так погнали можем так тогда лавина лавинная безопасность продолжение 1 снимем в другой раз так получилось ну это вот наше внутреннее недопонимание внутри меня от нашего ковидного барака вашему к видному бараку как называется к видный туман вот очень удобно все валишь на к видный туман так удобно вообще огонь секунду рекламы дальше ко всем лекциям одно и то же лекции важно нужно интересно полезно не заменяет практику однозначно просто запоминаем и я вас не смогу сейчас за два с половиной часа научить не смогу могу что-то рассказать попугать рассказать ему надо учиться научить не смогу лавинный курс разумный лавинный курс занимает 10 дней по 12 часов который персональный лавинный курс долго тяжело нудно скучно если не профессионал очень сложно погнали дальше так это потом стандартный набор идей излагаю всегда одни и те же банальные одно и то же лавина опасность есть всегда если есть склон описан случай схода лавины в парамоново в яхме схода лавины это схода лавины погибшего человека в лавине московских оврагах туристы тренировались пол склон люди были не готовы чек погиб описаны случаи из схода лавины с дерева удар по голове человек падает лицом снег и задыхается потеряв сознание в снегу все что угодно и того важнейшее понимание выходя на склон вы рискуете хотя на любой склон вы рискуете хотя на склон вы рискуете сильно меньше потому что восьмитонная дура которая прикатала это хорошо есть боковые склоны окрестные тирольскую статистику последней неделе все посмотрели нет это ужас нет 11 погибших в тироле за последние с 3 по 5 февраля 50 лавинных инцидентов часть из которых на трассах то есть сходили лавины на трассу а засыпало людей на трассе то есть лавины инцидента не сходя из лавины люди попавшие в лавину 50 попавших людей 11 погибших причем довольно два или три случая погибших попавших группы там 4-5 ч группа подала в лавину большие группы в целом полный трындец там как бы сфотка со военных действий и да выходя на склон вы рискуете человек который оснает риски может ими управлять не понимающий ничем не управляет не работает никакая снаряга не спасает попадание в лавину никакая вся снаряга что у нас есть снижает последствия от того что попали в лавину татистики поговорим она там не очень хорошая но лавинные рюкзаки в момент прихода лавинного рюкзака и к момент люди как вау классный рюкзак могу позволить себе все что угодно ну а дальше появилась статистика что не всегда помогает да по большей части помогает но но есть нюансы куда притащить как притащить травмы и все остальное тоже работает и про помощь от спасателей стандартный описанный протокол спасение человека из лавины мы обсуждали на занятиях недалеко как прошлую субботу или воскресенье не помню уже воскресенье весь в этом протоколе позвонить в телефон спасателям если вы же ходите в европе видимо да вам придет вертолет которым будет спасатель парамедик возможно еще один спасатель восстанет на 3 человека больше хорошо но недостаточно если вы в наших горах позвоните у вас будет две проблемы объяснить где вы находитесь кто способен объяснить особенно если такие места занятные типа там шерегеш лес или красная поляна лес где я нахожусь для понимания там телефон на котором шерегешская спасательная служба принимает вызовы это кнопочный телефон не может мне можно до посинения отправлять координаты нет не получится а вот еще не все могут отправить координаты особенно отправить координаты в отсутствие там покрытия сотовой сети там не знаю 4g а просто с голоса отправить сложное ну и важный кусок там за 5 лет работы спасателем при эльбрусе я не разу не копал живого человека ну не копал меня копали много раз а я ни разу потому что неживых людей накопался много посадили приезжаю сюда поздно время реакции спас службы в наших местах пару часов в целом через пару часов реальных лавинных работ любые лавинные работы превращаются в поисковые последние работы переходят в поисковые увы такова правда жизни погнали дальше почему люди падают на склоне очень ехал ехал и упал он падает встает начинает началось мне некие дематические выражения а потом рассказывает почему упал почему упал ну вот кто признался то что у него плохая подготовка обычно говорят что снег говно лыжи говно как тоже говно погода говно видимость говно то тварь время меня проехала испугала и т.д. и т.д. и т.д. ну нет конечно не работает безусловно люди падают потому что переоценивают собственные силы и навыки недооценивают сложность рельефа везде это так и все начинается с головы никак по-другому не оценка опасности довольно очевидная картинка и лавинная и просто на склоне склон может выглядеть проще чем есть и любимая нами действие чек-то склоня мальчика с агентом туда ехать тот кулак милый ты в него смотрел снизу они еще не я вижу дно долины я съеду а я же это я гид на работе я шел снизу и смотрел я помню что там два скальных выхода и такие голубые ледяные сбросы хочется веревочку бурой и дельфирять а не выжих перепадут там 400 метров если там уйти по льду динамично это будет то не забольно нет я вижу долины я съеду это вижу дно долины я съеду все умеют хорошо перезинга знание навыков расслабляю анкетки перед своими программами люди запомнят анкеты по уровню катания и там по анкетам все кандидаты фвт правит вортуру все до единого выходишь на склон есть над чем работать над поворотами по анкетам все замечательные мы все думаем себе хорошо это нормально если думать себе плохо это плохо думать хорошо позитивное мышление работает но надо знать меру тем более про лавинку ждя в лавинке собственно лавинок и знания и навыки это вопрос что у вас что для вас знания и навыки а что для вас мифы и легенды рассказывается сто раз вот рассказываю одно и то же что и замечательная книжка маргомерта отор охотники за лавинами сказочная замечательная книга которую люди периодически пытаются мне цитировать а вот ортодера написано что это замечательный автор чек основал там североамериканскую лавинную службу на книжку написал все каком-то году 1950 каком-то году и с тех пор наше знание наука лавинах несколько изменились аж понимание процесса как что происходит он там много социалов ног делал отзывы к науке к науке того времени ну и как бы вот эти там почти 70 лет был некий прогресс теперь про группу в каждой группе есть бодрый активный молодой самец который кричит погнали не сысь что здесь делать прорвемся в чем здесь стоим и смотрим мне что тут думать надо наваливать все знакомые персонажем вот ну всегда же есть такой есть разумный ликвида может подумаем а может не надо может посмотрим может померяем покопаем да ладно что здесь копать наваливать надо из погоды снег все умеют да хорошо это бывает группе бывает обратная такая же история когда группа с гидом группа может очень качественно хорошо катающаяся группа может очень качественно эти вот давлением группы подвинуть гида на подвиги о чем они поехали а там был хороший снег а вот они съехали а мы не съехали а гид то у нас так себе а вот они то вот ну как вот начинаются разговоры и дальше дальше группа состоять подвиги хотелось не хотелось планировалось не планировалось ну давление обстоятельств и группы это толкает толкает на подвиги регулярно ну банально раздолбайство все умеют не будем останавливаться это просто ну и продолжение об этом обсудить попозже то есть все это называется человеческий фактор к сожалению и понятно как научить человека копать снег понятно как научить человек копать там с обидно снежного покрова понятно как научить человека спасать лавинах там курс спасательной работы в лавинах за один день получается некая цельная картинка и понятие как все происходит научить человека правильно думать и не поддаваться на внешние давления обстоятельства все что угодно сложно вообще сложно здесь это научить человека думать очень сложно учить как правильно думать ну два раза сложно любимая история пронесенная на тему человеческого фактора а это что может случиться плохого в такой солнечный день особенно когда было три дня снегопада молоко храновое видимость тут бах отдали голубое небо и солнце и погнали часть коллектива которая тут заплавающая часть коллектива есть в целом для чекоп сияющего в гидрокостюме на лодке в катамараник и те к чему угодно в целом все равно идет или не идет дождь очевидно все равно но люди гораздо более склонны подвигом в солнечный день и гораздо менее склонны подвигом в хмурый день целом ничего не меняется тебя также обливает холодной водой картинка не меняется но вот подвиги подвиги теперь сложно о том как думать о правильных решениях стандартные шаблоны стандартные шаблоны откуда берут стандартные шаблоны от от мифа легенд там обсуждали прошлой лекции от разговоров товарищей от рассказов таксистов от не знаю от старых книжек и т.д. и т.д. и т.д. давайте о стандартных шаблонах ну и мифа легендах чем он вспомнить это это очень для этого ты на это одно и все-таки это вот не шаблоны все таки вот история к вз характерных absence и мозгов я не клану я в общем потребہ понять история вот стандартный шаблон это история есть след на склоне есть след полезно безопасно если след на склоне без безопасно давно не было снега безопасно склон раскатанный безопасно в лесу а не сходит. И склонно торчит пять камней, безопасно. Типа камни что-то держат. Они проехали, мы тоже проедем. И еще самый грустный шаблон, который мы сталкиваемся, популярнейшая история, это любимое нами развлечение. Приезжаешь в новый район, ничего не знаешь. Берешь гида на один день, он тебя катает, и ты, как человек хитрый, пишешь треки. Удобно, все умеют писать треки. Часами, телефоном, кем угодно, пишешь треки, дальше смотришь треки, и в следующий день катаешь без гида, потому что нафиг он нужен, у меня все есть. Так надо понять, что местный гид, когда строил линию маршрута, оценивал на базе своего вот такого опыта в этом месте, линию маршрута, основываясь на погоде, температуре, вчерашних условиях, двух месяцев до этого, когда он провел в этом районе, массе, 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 массе чего нас основывал, выбор маршрута, и вас протащил безопасно. Провел, покатал, все хорошо. А дальше за ночь что-то могло измениться. Если вы поедете по треку, это будет проблемой. И, например, там гадкие подлые гиды, типа меня, не даем катальных треков. Вот не даем. Просит, я не даю. Потому что дал человеку трек, это моя ответственность. Ехать по треку вообще сложно, честно говоря. Попробовать ехать, смотря в часы, прямо сложно. А во-вторых, человек, смотрящий в трек, не смотрит вокруг. Не смотрит на опасности слева-справа, сзади, все что угодно. Человек смотрит в прибор и все. И считает, что у него все хорошо. Предупреждение, когнитивные ловушки, это из той же оперы все. Мы там часть обсудили, можно продолжать на эту тему, но... Это та самая история, они проехали, мы проедем. Вчера проехали, сегодня проедем. Любимая когнитивная, это, собственно, после этого, но не следствие этого. Вещь, случившаяся после этого, невероятно, спрошла вследствие этого. Мы вчера проехали, значит, сегодня, словом, безопасен. Логика присутствует. Ну, такая она. Могло измениться все, мог выпасть снег, мог выпасть минус температура, тоже могло измениться. И нет, это, как бы, чаще всего срабатывает, но нет. Во-вторых, есть одна неприятнейшая история, что 95% времени в сезоне снег стабилен. И это хорошо. Если, не знаю, там, альпинисты довольно быстро понимают историю, что 5 метров вниз, упал – это больно. Ну, 5 метров вниз есть всегда. И 5 метров – это 5 метров. Упал – это всегда больно. А белое ровное снежное поле, то, что он там, где с 5 времени лежит стабильно, проехал – нормально все. Сто раз проехал – нормально. На 101-й слопнуло и случайно, не знаю, неожиданно заслало вина. Неожиданно для вас. Но если бы там изучать ситуацию, понимать ситуацию, ну, не факт, что это было бы неожиданно. Часть местных в этот день просто не поехала. Стандартная история на тему местных и не поехала. Стандартная такая трагичная, но понятная история – это крайне большая чагетская лавина, когда погибло 7 человек. Когда на склоне не было никого из местных. Потому что ситуация была очень нестабильная неделю до того, а потом был небольшой снегопадик с сильным ветром, который перекидал на северо-восточные склоны много снега. Ну и дальше никто из разумных не полез первому. Ну и в целом, очень многие разумные гиды исповедут идею, что Багиф Ру пока полностью не уверен в том, что все хорошо. Моя группа не будет первой. Если найдется какой-нибудь герой, который проверит склон, и глядя на его след, мы поймем, что происходит. Можно на тему не рыпаться. Погнали дальше. С чем мы сталкиваемся на тему, что нас заставляет думать неправильно? Сейчас немножко сначала о психологии и о том, о чем мы думаем. Домашняя гора. Пока я жил на Кавказе и катал Чигет, не знаю, 120-150 дней в году, у меня, конечно, планка риска была задана до нельца. Я его катал. Катаешь постоянно, домашняя гора, помнишь всю ногами. Поставил себе на два порядка больше, чем могу позволить себе сейчас. Приезжаю на Чигет на неделю, и первые, конечно, 4 дня хожу, приглядываюсь, прислушиваюсь, пытаю местных, пытаюсь что-то понять. Остро не хватает знаний, что-то меняется за год. Но, честно говоря, памяти уже нет, чтобы помнить каждый поворот. Катаешь много гор, уже все не вспоминается. Домашняя гора вызывает у людей задирание планки риска и, к сожалению, года три назад на поляне погибло двое наших друзей, оба из которых были лавинные рюкзаки, потому что домашняя гора, катаем ближний цирк, не взяли лавинные рюкзаки с собой. Меня часто люди спрашивают, типа, а вот мы... надо ли везти с собой лавинный рюкзак? Я говорю, смотрите, он у вас есть? Ну да. Ну так, ломает везти. Вы его на себе из Москвы пешком несете до Кавказа? Или вообще зачем? Ну вот он такой, не очень удобный. Почему он удобный? Спасательное снаряжение. Надел, застегнул, ручку достал, поехал. Если он есть, значит есть. Значит, мы берем с собой и не паримся. Домашняя, недомашняя, высокая-невысокая опасность. Как с лавинным датчиком. Мы еще будем его включать каждый раз? Катаем с полюса, выключаем. Выезжаем на поле, включаем. Ну нет, утром включили и поехали. То есть домашняя гора заставляет нас больше рисковать. Увы. НИП-эксперта. Есть две истории, что катаясь по домашней горе, ощущая себя экспертом. И вторая история, что катаясь с местным или просто другим гидом, ты смотришь на него, он для тебя эксперт уважаемый, и ты некритично относишься к его действиям. Ну типа он гид, он лучше знает, он молодец. В руководстве для горных гидов написано черным по белому, разговаривайте с своей группой. Если кому-то в группе вдруг стало страшно, подумайте, возможно, он думает правильно, а вы косячите, потому что у вас большой накат, вы привычны к этой опасности, возможно, у вас домашняя гора и, возможно, вы думаете неправильно. Нормальному человеку, ну как, человек с незамыленным взглядом, часто видно больше ошибок гида. Больше ошибок, тем более ошибок гида в том числе. Если человеку возникает сомнение в том, что делает гид, задайте ему вопрос, слушай, а почему мы делаем вот так? И часто этого хватает, чтобы человек одумался, говорю, черт, а зачем мы делаем так? Это важный вопрос. Почему мы решили, что мы сегодня спустимся вниз живыми? Какого нареза? У меня такая история была в Грузии. Незнакомый район, я первый раз иду скет-тур в этом месте. Вчера был снегопад с туманом, не пошли, подъезжаем утром на машине. И вижу, как мы еще подъезжаем, и вижу, как перед нами с этой деревни стартует группа скет-турная. И дальше я в следующие четыре часа иду по их следу. Обычно, когда идешь по чужому следу, идешь, ну и как бы все скет-туристы рассказывают, что за гад топтал, что такой кривой след, ну вот это вот отличная история. Я бы протоптал бы гораздо лучше, а они тут какую-то фигню натоптали. Иду и радуюсь, потому что след хороший. Группа хорошая, повороты хорошие, угол правильный. Рельеф знают, там часть трека по лесу, люди видны идут не первый раз. То есть повороты в таких неочевидных местах, но выводящие на дорогу. Хороший след. Думаю, догоню, скажу спасибо. Вряд ли случай. Я хочу догонять и сказать спасибо. Дальше мы вылезаем из леса. Такой гигантский склон. Ребро, выходящее на вершину. И группа, идущая передо мной, пересекает. Это вот такой лопата, шириной километр, перепадом 500 метров. Так, под 45 по диагонали на тот перевал за вершиной. Замираю, типа, выглядит как-то не очень разумно. Мне все на вершину надо, с нее съехать хотелось. А вот как-то вот туда, ну, может, надо с той стороны зайти, может, они лучше меня знают. Ну, и как-то я вот на это дело помялся, помялся, помялся. Подумал, что-то там покопал. Снег не очень стабильный, как это вот. Не то, что очень нестабильный, чтобы прям развернулись и ушли. А вот такая вот вечная троечка, когда вот и нашим, и вашим, и хочется колется. Ну, и пошел. Вышел по этому следу. Прошел до середины. У меня под ногами хрустнуло, просело. И приходит посветление. Слышишь, как дурак на склоне, шириной километр. Перепадом 500 метров, набрал метров 200. У меня 200 метров склона под ногами. Дальше 50-метровый скальный сброс. В лес, такое березовое криволесие, бурелом. Сейчас сверху что-то поедет. Ну, как бы, никто на суде нет живым. Ну, на этом месте у меня приходит просветление. Мы разворачиваемся, отваливаем. И, там, другим путем уезжаем донизу. Вот эта история следования. Очень хороший след. Очень хорошая группа. Которая шла вообще в другую долину. Потом, последовательно. Умные, хорошие шли не туда. А я вот, собственно, сел на хвост. И за четыре часа привык и типа их следу. И некритично отнесся к их выбору. Упс. Бывает. Понятно, что бывает. И такая же история бывает у всех. Все люди косячат. И как только у вас возникло ощущение, что у человека косячат, возникает история, что вам некомфортно. Задайте лидеру вопрос, а почему? Почему мне так страшно-то? Если он способен внятно объяснить, почему он считает, что это безопасно. Ну, классно. А если вот нет, может и не надо. Ну, это продолжение доверия лидеру тоже самое. Достижение цели. Три часа скитура. И дальше крутенький взлет на перевал. Крутенький, лавиноопасненький, стрёмненький, неприятный. И все остальное. Но уже четыре часа премся. Уже хочется долезть доверху. Надо долезть. Дойти, долезть, посмотреть на ту сторону достижения цели. Раз, понятная история. Вторая история. Идем, подъем на гору, а спускаемся в тот кулар. Садится молоко. И мы берем и едем в тот кулар по молоке. Вот эта история, когда мы запланировали подвиг и пытаемся в любую погоду, в любой ситуации, в любой тайминг этот подвиг дожать. Понятная история, что часто приводит к приключениям. Хожусь к приключениям, а не к трагедиям. Изменение погоды. Катание половиноопасного рельефа в условиях плохой видимости. Суицид. В прямом смысле слова. Ты не видишь рельефа под ногами, ты не видишь рельефа ни сверху над собой, ни сбоку от себя. Часто не видишь, даже группы за собой не видишь. Дальше люди начинают теряться. Люди начинают уезжать, чего знают куда. Проваливать остановки, останавливаться в небезопасных местах. В общем, там масса, масса, масса всяких финидеров происходит в тумане. И все это превращается в такие нервные-нервные подвиги. Как-то лучше избегать. Следующая картиночка упрощения. Поднялись наверх, на канатке, на чем угодно, поехали вниз и ошиблись. Чувствуем, что я не туда. Что делают нормальные люди? Нормальные люди берут, вылезают обратно и едут куда знают. Люди, которые пытаются упростить себе жизнь, либо начинают вырезаться траверсом, либо с криками «ну я вижу дно долины, мы доедем». И хорошо, когда там есть тут траверс, и там есть та долина. У меня в Лужбе мальчик уезжает, почему-то команда была ехать направо, уезжает налево. Дальше мы его отлавливаем в рацию, типа «Женя, милый, ты где?» Я съехал на долину по снегоходке, еду направо по снегоходке в сторону нашего домика. «Женя, ты уехал в другую долину, там нет нашего домика. Там вообще тайга и до приискового тайги. Там далеко до приискового, километров 200 этой тайги. Далеко будешь ходить?» «Да не-не-не, я то, что наша долина очень похожа, я иду в домику». «Нет, надо лезть обратно». «Нет, я поеду вниз». Загонная охота, загнали, запинали. Как будто история ошибся, иначе начал вырезаться, а не пошел обратно. Это история уплатить себе везуху. Следующая история про упрощение. Поехали вниз, стало плохо, снег трескается, очевидная лавинная опасность. Что делать? Надо вылезать на гребень, ехать по гребню или идти по скалам пройти что-нибудь. Но это же долго, тяжело, нудно, бьются ноги, встрапываются лыжи. Может попроще, может таки проскочим по снегу? Давайте проскочим. Историю про упрощение тоже очень часто приходится к приключениям. История про ехать первым следом тоже очень понятная, особенно при катании из курортов. То есть я вот рассказываю историю, что для фирайдс-канадки на курортах, там в целом нет работы гида. Там есть работа менеджера по тайм-менеджменту. Ты будучи местным локальным гидом, знаешь, с каким темпом раскатывают кулары от канадки. И поэтому не местный, типа вот меня, когда я приехал в поляну, не местный, не хорошо знающий рельеф, я еду на канадки, вижу кулар нераскатанный, выкатываю к нему, а перед ним уже три группы уже съехало, уже в сосиску. Надо было ехать через кулар, но это история, когда ты знаешь, работа только для местных. Тут минимальная работа гида, тут большая часть работы вот такого вот. Успеть 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 первым следом. И гонка за первым следом, гонка за всем этим делом приводит к истории снегопад с ветром ночной. Влезаешь наверх и очень надо бы, потому что реально чигет, снегопад с ветром, ситуация изменилась, очевидно изменилась, очевидно изменилась не в лучшую сторону. Очень надо бы съехать и проверить, что там со снегом. Куда-нибудь вдоль трассы просто пощупать лево-право понекуда перемело, но первый след. Время-время, сейчас все раскатают. А, погнали. Ну и да. Четыре лавины за один спуск, одни спас работы, потрепанные нервы и все остальное. Потому что было плохо. Ну, давление социума мы обсуждали, что если ты осторожный гид, группа, наверное, говорит, что ты неосторожный гид, это плохой гид. И дальше возможные подвиги и группа, и группа с гидом умеет сам себя разгонять. Продолжение. Как сделать так, чтобы думать правильно? Это мы обсудили с вами, ну, один из кусочков того, как люди неправильно думают. По каким причинам люди неправильно думают. Как организовать собственное мышление, чтобы не вляпываться в это все. Кто планирует маршруты, которые собираются кататься? Ну, классно. Мы живем в стране мастеров импровизации. Поедем по следам. Мне рассказали, там хорошо. Начнем, а там разберемся. И начинаются эти ночные выезды в любом месте поляны. Мальчик ночевал, что где-то в поляне на ластях было. Где-то там на югах в поляне героически ночевал. Ну, ладно. Странная история ночевать, но, видимо, живой и хорошо. Даже не цел. Не мороженое или? На дрове даже нормально. Ну, полян, полян. Там лес какой-то был вроде довольно низко. Да, там все хорошо. Ну, почему не вылез, непонятно. Ну, ладно. Там сложно, там снега было по пояс. По пояс снега, по тропить. Всю ночь можно тропить. Что? Масса свободного времени. Вот. То есть, мы живем в стране мастеров импровизации и отдельные лекции, отдельные занятия по планированию, потому что вот навыки планирования у всех вот такусенькие. Туда хоть капельку усилий вложить в планирование, будет там бешеный прогресс и все это не сильно лучше. Потому что планируя, собираясь информацию о маршруте, ты поймешь угол наклона, варианты ухода, варианты изменения маршрута. Потому что понимаем, что любой план, ни один из планов, которые вы создали в жизни, не выделился в стране с реальностью. Все планы всегда приходится менять. Не бывает планов, которые сошлись. Ну, не бывает. Но импровизировать лучше, когда у тебя есть план. Есть карты, какая-нибудь там, посмотрел в карту. Я не всегда катаюсь в карты, но я всегда курю карту перед тем, как. Особенно, когда я собираюсь в новый район, я курю карту неделями. Кручу эти 3D-шечки, смотрю в карты и дальше общаюсь с людьми при выходе на маршрут. Люди что-то рассказывают, какие-то дурацкие мелкие нюансы какие-то. А, вот там был такой камень красненький, я от него повернул налево, оно было направо. Господи, мне это красненький камень. А потом оказываешься на рельефе, вот он красненький камень. О, надо было направо. Сбывает из памяти. Вот эти разговоры, не знаю, за пивом с коллегами, которые там были, добавляют, как ни странно, массу информации, которая позволяет. Если есть план, очень многие вещи можно решить просто на моменте планирования. Когда мы, например, выбираем маршрут, скитурный подъемный маршрут, у него есть единственное правило. Подъемный скитурный маршрут должен быть, первое, безопасным. Центральный знак. Все остальное, если получится. Интересным, удобным, видовым, там, что угодно, но сначала безопасным. Когда вы там четыре часа придетесь пешком вверх в шкурках на ногах, шансы убежать от лавины, уехать от лавины, еще такая штука экспозиция опасности. Просто на спуске экспозиция опасности полчаса на километровом перепаде. А на подъеме четыре часа. Экспозиция опасности резко увеличивает риски. Итого, подготовка и планирование, сбор информации о маршруте при подготовке перед выходом на маршруту во время движения, то есть как бы тоже идешь по маршруту, собираешься ехать, едешь трависом и крутишь головой. Вокруг, вокруг, вокруг. Где снег? Где перемелок? Куда перемелок? Где лавина? Где трещинка? Куча информации, которую приходится обрабатывать, понимать. И при планировании многие ошибки вылезают, просто их можно избежать сильно заранее. Дальше информация о снеге. Откуда мы берем информацию о снеге? Ну, опять-таки, если есть лавинный прогноз, курим лавинный прогноз. Нет лавинного прогноза, что-то смотрим, копаем сами. А самое важное, конечно, когда едем, идем, смотрим, пытаемся понять, что происходит. Для лыжников. Едешь траверсом, ну, какой-нибудь крадешься кулару, траверсом по глубокому снегу. Едешь, еешь, еешь. И тут, наверное, приходится делать такое движение, как будто ноги разъезжаются. Такая стандартная ошибка лыжника, ноги разъезжаются, а гранит падает. В большинстве случаев для нормально катающихся людей это необычная ошибка, что кто-то ошибся. Это, скорее всего, что-то просело, и одна лыжка ушла вниз, потому что что-то там просело на этом траверсе. И лыжки начинают разъезжаться. Так вот, как-то на траверсе лыжки начинают разъезжаться, такой плывет, немножко поддергивать, что-то надо бороться за жизнь. Это транспарантик. Сюда задуматься. Скорее всего, снег, возможно, нестабилен. Тыкаешь снег палочкой. Мягко, мягко, плотно, 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 хорошо. А потом в ямке подниму палочку и тащишь на себя. Кольцом упирается снег. Можно понять слои снега, просто на движении палкой вверх-вниз, понять слои на стол, есть ли они или нет. Чаще всего самая неприятная история – ты мягко, плотно, плотно, бах, палка провалилась. Ситуация, скорее всего, очень нестабильная. И начинаем эту тему думать, что делать. Идешь, едешь, смотришь вокруг, выезжаешь в долину и видишь самосходы. Сюда очевидная картинка. Если снег готов сходить сам по себе, то на этой экспозиции, этого уклона, который находятся самосходы, очевидно, он нестабилен. Но, опять-таки, это снег лавины сегодня утренний или вчерашний утренний? Если вчерашний утренний, возможно, все стало сильно стабильнее. Если сегодняшний утренний, надо избегать исходов до победного конца. И т.д. и т.д. и т.д. И дальше, следующая история. Мы поговорим о оценке стабильности снежного покрова. Сейчас немножко поговорим об этом. Это сложно. Вот реально оценка стабильности снежного покрова – это сложно. И начинает получаться у человека, не знаю, там, после 50-го выкопанного шурфа под руководством опытного специалиста, прямо сложно, сложно, сложно. А вот управление группой во время движения – это довольно простой навык. И правильное управление группой, правильный выбор тактики движения способны решить очень много проблем, предотвратить массу проблем, которые могут возникнуть. Потому что плохая история, когда пятеро копают одного, и совсем плохая, трагичная история, когда один копает пятерых. Разница понятна, да? И правильное управление группой, правильный выбор планирования маршрутов позволяет уйти к позиции, когда в худшей ситуации будет пятеро копать одного. И шансы на выживание там будут около 50%. Слава богу. И про планы. Мы все люди нормальные, мы все уверены в собственной бессмертности, надеюсь. Все уверены? Да. Безусловно, как жить-то без этого. Вот. И мы все планируем путешествия, приключения, что все будет хорошо. То есть у нас есть план А. Залезли наверх, съехали вон то интересное, и все будет хорошо. И вот капелька-капелька паранойи испланировать, что будет, если будет плохая погода. План Б. Что будет, если сломается крепление в дальней точке маршрута? План С. Что будет, если сломается нога в дальней точке маршрута? Действительно мерзкая история. Думать и паранойица, думать о плохом нафиг это нужно. Но, вот опять, как никто об этом не думает, капелька подумать в эту сторону, прикинуть, кому я буду звонить в телефон, кто заплатит за вертолет, и вообще, если здесь вертолет, в какую больницу мы возьмем посадавшего, я по худшим сценариям пробегаюсь, или не знаю, у кого есть быстрый ремонтный комплект для крепежа. Кто возит с собой запасную голову для крепежа? Скотч. Армированный. Я возлю с собой запасную голову, морду на крепеж, что она вырывается чаще всего, и вожу с собой. Заходишь в гипермаркет Леонардо, для украделия, покупаешь такую мочалочку из тоненькой-тоненькой стальной проволочки, такую тоненькую-тоненькую мочалочку. Когда вырывается крепеж, нарезаешь кусочки, запрячешь в дырочку, закручиваешь винтики прямо на эту мочалочку. И можно доехать до него, оно держится. Эпоксидка твердеет на морозе. В общем, никогда. А эта штука позволяет ремонтироваться за 10 минут. И вниз доехать. Вот примотать. Если у вас платформные крепления, там большие пушки, можно примотать скотчем. Мы умеем. На веревочках все работает. Мы рукодельные. Но сложно. Немножко усилий планирования, в планов не лучшие планы, позволяют изменить шансы на выживание и шансы на успешное достижение цели, если у вас цель – хороший отдых, а не подвиги. То есть это все истории про планирование, история про сбор информации о снеге – это история как бороться с ошибками и вызовами человеческим фактором. Если ты знаешь, что у тебя не очень стабильный снег, то не приходит историю в голову, что в солнечный день все стабильно. Если ты знаешь, что тебя ожидает на маршруте уклон 40 градусов, посмотрев карту перед тем как, то ты осознаешь, что если тебе курорт давал на сегодняшний день лавинную опасность троечку, а ты выехал дальше на уклон 40, какую мы ждем лавинную опасность в этой ситуации? Ну, плюс одну хотя бы. Плюс один. Плюс один – четверочку. Вот. Ну, как бы, очевидно… Цифры можно обсуждать, на самом деле, но очевидно будет больше, очевидно будет более опасно, и, как бы, эта картинка о том, что надо взять голову. Информация – это важнейший кусок собрания информации. И пойдем дальше. Это мы с вами пробежались. Отсутствие плана ехать прижим к следам. Едем куда-нибудь. Оптимистичный план. Отсутствие плана. Плана Б. И все обсудили, да? К сожалению, в планировании есть сложности. Кто видел нормальные карты на территорию бывшего Советского Союза? Старый очень. 1984 год. Только генштабы? Генштаб. Топографическая подоснова. 1984 год. А что езд в 1984? Хорошо, это 1984. Чаще всего 1984. Мне как-то на эту тему везет. И с 1984 года, это моя память Кавказа, ледники ушли на пару километров. И в целом изменилось очень все. С картами плохо. И кроме карт, у нас начинаются истории про геосервисы. Google планеты Земля, FatMap и же с ними. Часть из которых умеет показывать, попросить, типа, впускать слой. «Покажи мне уклоны больше 30 градусов». Она выделяет, собственно, желтеньким, рыженьким, красненьким уклоны 30, 35, 40, 45. В целом удобно, интересно, познавательно, но очень неточно. И потому что склон 30 градусов, 50-метровая вертикальная ступенька, склон 30 градусов на этой карте будет уклоном 35 градусов. К сожалению, потом едешь-едешь в ерху, приезжаешь и… и упс. Дальше либо прыгаем, либо веревочку, либо что угодно. То есть тут вот история про современные технологии. К сожалению, они тоже не точны. И часть бумажной карты тоже не отменяли при планировании. Бумажные карты с горизонтальными – это хорошо бы. Из неприятного собственного опыта отличный гайдбук. Называется «Западные Альпы». Десятое издание, какие-то безумные тиражи. Купил, пользую, иду по нему в гору. Открываю описание на следующий день. Апхил – 730 метров. Даунхил – 2,5 километра. Апхил – это подъем и спуск. Для нормальной скитурной группы 700 метров набора. Ну, такие, два часа, не торопясь. Поплевывая, отдыхая. Ну, халява. И дальше оттуда расслаблено, потому что у меня известный, понятный маршрут. И у меня на 500 метров набора. Отдыхаем. Сходит ко мне девушка из группы, говорит, Серега, посчитал горизонтали на первый перевал. У меня получилось 800 до первого перевала. А там три перевала задние. Я говорю, да не может быть. Всего 860 метров. Идем, считаем. Мы начитали 1800. Получилось 1900 по GPS за день. Я в целом мечтаю встретить автора гайдбука в темном переулке. Знать вам вопрос, какого? Какого? Ну, потому что 700 и 1900 – это прям вот разница. 700 – это отдохнуть, а 1900 – мы из 5 утра вышли, в 6 вечера пришли, и такой получился день. С пробегом за тридцаточку и далеко, и долго. А все как бы нормально пользуются и говорят, что это хороший гайдбук. Пугивал бы. Ладно. Информация о снеге. Лавинный прогноз. Что такое лавинный прогноз? Ну, это такая папочка с листиками, где много-много написано угол. Ну, обычно там 4, 5, 6 страничек текстом. Сейчас мы пробежимся по ним, посмотрим, что это такое. То есть циферка на курорте 1, 2, 3, 4, 5 – это не лавинный прогноз. Это средняя температура по больнице. А лавинный прогноз дает много информации о разных экспозициях, разных высотах, о том, чего бояться, чего ждать, его надо читать. Но есть проблема. Официального лавинного прогноза в России по-прежнему нет. То, что выкладывает Серега Шерстихин или Макс Панков в своем инстаграме, большое за это спасибо. Они делают нужный, важный кусок работы, но это их личная инициатива, которая никем не поддержана. И официального прогноза нет. Потому что там Макс делает… Макс работает на Альпике. Макс работает сейчас, да, наверное? Понимает, но не копает постоянно. Серега Шерстихин – замечательный местный гид в Кировске. Но тоже это работает не на уровне… То есть лавинная служба копает шурфы каждый день в десяти местах, снимает информацию о погоде каждые три часа. Гигантская информация. Сейчас, если правильно обрабатывать, получается много хорошей информации, и получается высокая достоверность прогноза. Люди, которые копают, как Серега Шерстихин, не каждый день, не массово шурфов – это его некое видение гида. Большое им сказать спасибо. Ну, конечно, точность не очень высокая. Итого лавинного прогноза в стране, увы, нет. Официального выложенного нет. Все европейские и американские курорты на 10-й странице фирменного сайта публикуют ежедневный лавинный прогноз. Обычно в 5 утра он выкладывается прогноз на этот день. Если порыться, вспомнить язык, можно посмотреть и понять, о чем идет речь. Помогает? Сильно помогает. Как читать? Чуть попозже. Тест на стабильность снежного покрова. Сейчас посмотрим, может, даже видео посмотрим на эту тему. Это просто. Любого из вас научу копать тест за пару часов, делать тесты. Интерпретация теста сложна, реально сложна. То есть, очень хорошо видна история, что выкопал и упала на первых 3-5 ударах. Это понятно, что валим. Понятная история – выкопал, отбил кулак, ничего не сошло. Вообще ничего не боимся. Грустная история, неприятная, когда упала на пятнадцатом ударе. И разлом то ли Q1, то ли Q2, то ли едет, то ли сопротивляется. И вот тут начинается история. Что больше убедит? Паранойя от того, что видишь в снегу? Или бодрая группа говорит, что погнали, что погнали. Хорошая погода, видимо, хорошая, погнали. Ну и в основном, да. Два дня не катались, надо кататься, а снег как-то не очень. И статистически мы помним, что абсолютное большинство случаев смертей в лавинах – это при лавинном прогнозе троечка. Что-то под 90 процентов цифра. Потому что на четверочке и пятерочке все закрыто. И даже самые полные идиоты на четверочке и пятерочке никуда не собираются лезть, потому что очень страшно. То есть, тесты на таблине нервного покрова, для тех, кто не готов на тему положить жизнь, интересны, но не являются значимой информацией. Потому что, ну, я сейчас нормально делал тесты, правильно интерпретировать, положить пол жизни. Информация от коллег. Важный кусок. Информация от коллег важна, необходима. Ее, правда, можно собрать много интересных. Важно, что эти коллеги должны быть коллегами, а не таксистами. И, к сожалению, даже часто не спасателями. То есть, особенно если у вас там пойти за информацией о лавинах спасателя на курорт, можно получить очень странную информацию. Ну, в Гудауре любимая история. В Гудауре нет лавин. Ну, нет в Гудауре лавин. Нет в Гудауре лавинной опасности. На курорте Архыс, по-моему, до сих пор нет лавинной службы. Спасателя есть, а лавинной службы нету. Соответственно, тут очень вариативно кто-то попадешься. Если ребята работают на трассе, у них, правда, отсутствует лавинная опасность, потому что нет лесное катание, трассы, и ни о чем не боятся. И таксисты рассказывают любимые байки и все остальное. То есть, информация от коллег. Есть, конечно, протокол обмена информацией. Видел лавину. Размера, высота, форма отрыва, ширина, длина, пробег, размер. Почему сошла? В этом контексте уже некие разговоры имеют смысл. В целом, даже разговор, что видел самосход на склоне такой-то экспозиции, сегодняшний самосход, это уже много информации. Я собираюсь только в долине, которой это не было, а ребята туда вернулись, оттуда собираешься. Это всегда очень-очень добавляет информацию. Ну и собственное наблюдение. Идешь когда-вверх, смотришь под ноги, смотришь вокруг, смотришь вокруг, смотришь дальше на горы, кто-то с больной большой не приехал. Смотрим на горы и смотрим на людей, которые над нами. Помните, все Игоря Комарова. Кажется, человек, как положено, если выше вас по склону, мечтает о вашей смерти. Ну, так получается. Может, не мечтает, но, возможно, является причиной. Видео из Поляны с Максимом Закисопленным в лавине. Часть коллектива видела недавнее, там, два дня назад было, когда кто-то, видимо, двое спустили лавину, уехали, а двое людей просто в нее въехали. Один уехал, второй уехал. Копали воде быстро, руки торчали. Но была история, просто человек ехал, в него сверху приехала спущенная кем-то лавина. Погнали дальше. Лавинный прогноз. Читаем лавинный прогноз. Много букв введено роботом. Это год назад. Калифорния. Лавинный прогноз Калифорния. Ну, смотрите. Это шапка. Собственно, можно читать, если хотите читать дальше. Дальше. Что ожидаем? Возможно, почти не наверняка, возможно, крупные глубокие дружительные лавины. Опартность хода чрезвычайная. Совет простой. Никуда не ходим. Это, как бы, понятная, очень понятная история. Ну, а дальше здесь. На сегодня, четверг 28-го, выделяется три высоты. Ниже 3-лайн – это лес. 3-лайн – это редколесие, где лес переходит в альпийскую зону. И выше 3-лайн – это альпийская зона без леса. И дальше прогноз лавинной опасности на этот день. Давалась пятерочка на каждую. И прогноз на 29-е. Возможные изменения. Ут здесь пятерочка, а на следующий день на верхах четверочка, а в лесу троечка. Троечку можно катать? Ну, 90%, 70% времени и все, не троечка. Это как бы, ну, лес и тройка – это разумный вариант. То есть в этот день будет закрыто все, 28-го января. А 29-го лезть наверх скорее нет, если трассы не откроют только. То есть нетрассовое катание – нет. А по лесу, ну, как бы, выглядит обычно. А теперь в следующей странице будет написано, чего ждать. Лавинная проблема. Лавинная проблема – их будет несколько. Чаще всего, мы ожидаем не одну, чаще всего, а несколько проблем. Первой проблемой называется… Господи, постоянная плита – это лавина по слабому слою. Лавина по слабому слою. А, поверхностная иния, да, поверхностная иния. Эта картиночка нарисовывает, что вот она – лавина по слою. Дальше экспозиция, на которых мы ее ждем. И вот эти высота. То есть мы ждем лавину, описанную в эту проблему, на экспозициях от северо-западной до восточной и от трилайна и леса. Вероятность схода, скорее всего, сходит не от движения рукой по склону, а оттолкнул лыжи и она уехала, вышла на склон. Ну и размер очень большой, D3 – это размер лавины, которая сносит деревни. То есть мы видим на всей восточной экспозиции, ну, скорее, восточной и северо-восточной, легко вызываемые лавины большого размера. Читаем, откуда все берется, некая поверхностная изморозь, старые слои и все остальное. И здесь еще есть такое слово «удаленная инициация», вызвано удаленно. Это когда вы идете по плоскому, когда вот такая опасность описана, это одна из самых неприятных историй лавинного прогноза. Вы можете идти по абсолютно безопасному месту, по плоскому, по дороге. Дорога через 20 метров превращается, выходит в склон, вы идете по дороге, у вас под ногами ломается слабый слой, возмущение по этому слою бежит до хребта, и приходит лавина на 300 метров выше вас, которая оборвалась. Называется словом «удаленная инициация», когда в лавине есть долгоживущий слабый слой. Если все такое описано, то это как бы история, при которой я не знаю, как продать рисками. Потому что когда ты идешь по безопасному месту, а тебе приезжает соседнего склона. Неуправляемая история. Поэтому в этот день точно бояться никуда не ходить. Смотрим дальше, следующую проблему. Ветровая доска берется от переноса снега. Был снегопад с ветром, и ветер перетащил снег на подветренные экспозиции. Итого, есть на самом верху, есть на границе леса и нет в лесу. Почему нет в лесу? Деревья нет. Потому что не дуло. Потому что не дуло, очевидно. Ну и дальше вероятность с гарантией сойдет. Очень большая. Упс. Ну вот эта история тоже ловить нечего. Ветер южный, юго-западный, с низкими футами нового снега. Да, все плохо. Перенос снега, ну да, все слова пронесены. Да. Толщина лавин более двух метров. Толщина. Вожидаемый лавин. Ну, смотрите, история про карнизы. Кстати, история про карнизы. Все боятся карнизов. С точки зрения лавинной опасности, сами все карнизы в целом не очень опасны. Потому что карниз прочный. Но, как говорили наши канадские коллеги, не каждый гид попадал в лавину, но каждый гид падал с карниз. И одна из правильных проблем, потому что падая с карниза, ты падаешь, с куском карниза чаще всего, ты падаешь на, под самим карнизом снег выдутый, там ветровая мельница, и там можно ходить, там бетон. А вот то, куда падает отломившийся кусок карниза, это горб снежный и контрнапряжение. Если по этому месту удариться, упасть на него, то в этом месте отломается лавина. То есть сам карниз лавины не вызывает, но кусок упавшего снега бьет, нагружает склон, расположенный ниже карниза, и оттуда легко уходит лавина. То есть можно просто упасть с карниза и дальше ехать с лавины, потому что будет лавина из-под карниза. Читаем дальше. Третья проблема. Ветровая доска. Ой, Storm Slab, не ветровая, господи. Лавина из свежего снега. Извините, туплю. Экспозиция. Все? Нет наверху. Почему нет наверху? Сдуло. Потому что наверху сдуло. Здесь все есть внизу, потому что в лесу, видимо, ветер был не сильный, легло на всей экспозиции, и как бы валил просто свежий снег. Валил, валил, валил. Опять-таки, very lightly это плохо. Большая D2 это уже лучше. D2 это лавина засыпающая машина. Сбивающая машину с дороги. То есть, ну, считается, что лавина D1 мало опасна для человека. Лавина D1 обычно человека сбивает с ног, а то оттаскивает, и чаще всего не засыпает целиком. Если вас не притащило в обрыв, не притащило в лес, то, скорее всего, это не так опасно. Ну, и дальше есть слова, что снегопад с потеплением. Ну, все равно свежего снега, да. На всех аспектах. Ну, ладно. Еще раз, это история про лавинный прогноз. Если вы внимательно читаете, появляется тема для раздумия. Где вы мы стали кататься в этот день? В баре. Ну, в этот день в баре. На следующий день отыгрываем в конце. И в целом, да. Вот, глядя на эти лавинные проблемы, лавина по слабому слою в лесу не уйдет, к сожалению. Она останется. Она надолго, навсегда. Вот, в эту сторону. Здесь в лесу довольно стабильно этой проблемы. Ветровой доски в лесу нет. Лавина из свежего снега в лесу. Ну, это история, то есть, лес и лавина из свежего снега – это обычная проблема. Не знаю, с вами там, Лужба, Мамай, Вися-Сибирь, Шерегеш, все, что хотите. Она будет, скорее всего, не очень большим, не очень быстрым. В целом, я более-менее понимаю, как в ситуации управлять рисками. Можно жить и бороться. Ну, а дальше, собственно, дискуссия пообщаться с коллегами. А дальше есть замечательные люди. Они здесь копали ямки, шурфы, выкладывали профайлы, рисовали картинки, насыпали информацию о том, о чем идет речь. Здесь история про погоду, про снегопады, температуру в Фаренгейтах. К сожалению, это ужасно. Все помнят историю про Фаренгейт, откуда я выяснил, откуда взялась эта безумная шкала Фаренгейта. Эти сумасшедшие люди выбрали базовые точки для температуры. Температуру человеческого тела, как самую жаркую температуру, которую можно померить. А самая холодная была самая низкая температура, в то место, где они жили. Такие базовые, прям такие константы, которые вот физические константы. И отсюда дальше получилась эта безумная непонятная шкала, в которую, как перевести, там 4 третьих, чего-то там, минус чего-то. По умению не имеет никто, по-моему. Про погоду. А это вот статистика, извините, не 90%, 90% в сумме двойка и тройка, извините. Это статистика погибших в лавинах от лавинного прогноза. На двойку и тройку в сумме 95%. Ужасная цифра, да? И очень мало на... И дальше помним, что если лавинный прогноз давал нам вот это вот, все вот это, лавинный прогноз дается на средние уклоны, на тридцаточку примерно. И планируя подвиг, выбираясь на уклон 40 или, не дай бог, чуть больше, вы должны понимать, что будет прилично хуже, что вы окажетесь вот в этих трех, вот сюда вот, сползете с двойки в тройку, с тройки в четверку. И да, на курорте в этот момент будет тройка, и вы попадете вот сюда. Так. Здесь понятна картинка была про лавинный прогноз, как читать. Важно читать. Если он есть, то надо читать. Прямо вот обязательно. Выкачивай с утречка и читать. Это прокопание шурфов. Вот так выглядит стандартная картинка в шурфе. И в чем этот шурф? Шурф, описанный в этом прогнозе. Это шурф к этому прогнозу. Там была картиночка в самой первой половинной проблеме. Слой поверхностной измериси. Вот он, этот слой, surface horror. Это вот эта вот полосочка. И вот она нарисована. Здесь вот. Это стандартная картиночка, отображение лавинного шурфа, которая часто публикуется к лавинным прогнозам. И часто просто бывает, хоть на курорте, можно сидеть на стенке. Серега Шестихенко копает, публикует. Макс иногда публикует. Вот эта длина столбца, жесткость снега, это входит кулак, это входит нож. Это нож, это все ничего не входит. Это карандаш, это один палец, это четыре пальца. Чем длиннее, тем более жесткий снег. Это толщина пласта. Здесь указана форма снежинок и размер снежинок. А вот здесь указаны результаты тестов. Тестов на стабильность снежного покрова. Ну и, собственно, вот эта полосочка. Вот она же. Это поверхностная изморозь. Здоровенный размер кристаллов двойка. Очень тоненький. Невозможно померить плотность, потому что она тоненькая совсем. Это размер, линия толщиной 2 миллиметра. И результаты тестов. Здесь указаны тесты. Тест расширенной колонны. Это тест. Кто-нибудь копал когда-нибудь? Нет? Пробовали копать. С кем копали? А, у нас есть сложная история с глициологом МГУ. Они считают, что они ученые, а мы говно. Вот. Но это правда. Что ж, там они правда ученые, а мы не очень. И даже там Макс Маков считает, что он лавинщик, а мы не очень. И он тоже прав. Потому что приезжая в Поляну, я пойду к Максу с вопросами. Макс, расскажи мне что-нибудь. Приезжая в Хибина, я пойду к Сереге, или там к Игорю Флотникову, или там к Кряпчикову. Ребята, расскажи мне что-нибудь. Потому что экспертиза человека живущего, копающего снег каждый день в течение нескольких лет в этом месте. Она на два порядка точнее, чем моя. Но часто, приезжая в дальние места, я оказываю ситуацию, когда мне некого спросить, даже приходит делать все самому. И тут, конечно, возникает вопрос, если нет лавинщиков, что делать. Тест на расширенные колонны. Мы вырезаем 90 на 30, кладем лопату на один угол, и получаем картиночку не только о том, как легко сломает снег и поедет лавина, но и как, какого размера она будет. Вот эта вот трещина, когда кладем лопату на один край, трещина, возможно, сломается прямо под лопатой, возможно, сломается в половину колонны, а возможно, с одного удара сломается вся. Вот, собственно, определение из CTP, значит, сломалось во всю длину. Называется высокое распространение. На этом месте 14-й удар — это в первой половине. Высокий шанс вызвать лавину. Она будет большая и легко вызываемая большая лавина. А вот здесь вот еще интереснее, чуть ниже. Та же самая история, но с третьего удара. Если тест показывает разлом колонны на первом десятке ударов, в целом, картиночка, что она не надо сегодня кататься. А когда она показывает еще и большое распространение, то есть у нас легко вызываемая лавина, еще и большая. Это история вообще, что, наверное, точно не надо кататься. И плюс толщина лавины, которая здесь оборвется, на нее будет толщина 65 сантиметров. 110 минус 65. 45 сантиметров. Ну, довольно толстая доска, которая будет мягкая, но толстая. Еще раз, тесты очень интересная позвоночная картинка. Я их показываю, скорее, там, для информации, как это выглядит, просто посмотреть. Я, наверное, сейчас включу видео, чтобы поняли, о чем идет речь. Ну, вот оно. Большая колонна, человек стучит. 10-10 ударов прошло. Опа, на 11-м ударе колонна села вниз. Брюс мажет руками, рассказывает, что, да, распространение высокое, вот оно такое, какое оно и есть. То же самое. Это тест. Мы обычно делаем первый тест, вот этот быстренький тест 30 на 30. Смотрим, что как сломалось. А потом, если что-то станет непонятно, то делаем второй на расширенную колонну. Это история архи с прошлого года. Идеальный разлом. После первого удара мы подошли аккуратненько к мусах, к этому месту, посмотрели на это место, ушли в к мусах, аккуратненько, не катаясь на выдохе. Ну, еще раз, тесты красиво, познавательно, занятно, но сложно. Другой вариант теста. Это соседние какие-то горы. Мягкий снег, плотный снег, поднимем мягкий снег, опять плотный снег, поднимем мягкий снег. И тесты сломался на четвертом ударе, сломался на 28 ударе. А вот здесь, смотрите, сломался на 28 ударе. Что такое 27 удар? Делаем всего 30 ударов. Это лупишь кулаком, и уже руку отбил, уже прям больно, и хочется умереть. И тест расширенной колонны показал нет распространения. Это обратная ситуация. Если мы вот в этом тесте, люди очень легко видят крайние ситуации. Сломалось на третьем, высокое распространение. Вау, боимся. Обратная картинка. Сломалось на 28, распространения нет. Типа, отбил руку, ничего не происходит. И вот эти отдельные штуки очень хорошо видны, как бы дают картинку. Но чаще всего будет что-нибудь средненькое, которое придется, какой уклон, какая группа, какая погода и все остальное. А здесь, собственно, видите, компрессион тент сломался на четвертом ударе. Она, на первых, тонкая, 20 сантиметров. А во-вторых, разлом Q2, это разломы, которые сломался и залип. Мы их не ассоциируем, там, не знаю, 5% лавин. Это не самая опасная ситуация. В целом, здесь вот ситуация, ну, как бы, более-менее спокойная. Хотя это день, видимо, до снегопада. Это шуф до того снегопада в Калифорнии, 27 число. До всех этих проблем. И плюс другой склон, другая экспозиция, другая высота. И это все история про... То есть шуфов, чтобы иметь информацию в районе, приходится копать много. Один шуф и расстегивать ситуацию на всей экспозиции склона не работает. В общем, это все сложно. Так. Это тоже для правильного чтения. Видите, указаны эти Q1, Q2. Поэтому вот неожиданные и плоские, легко подвижные разломы. Это Q1. Если написано Q1, это надо бояться. Если написано Q2, Q3, это на порядок или на два порядка меньше опасности. Очень здорово, чтобы сделали профессионалы, которые понимают, к чему они отличаются. Потому что там нюансов много, и об этом темно становится сложно. Кого слушают, кого не слушают. Я в этом уже говорил про таксистов, про людей, которые отказывают байки, про людей, которые просто не в теме. Мы одно время очень любили жить в Гудауре. Было такое замечательное место, хостел Вайлд Гуру, в котором каждый день 5-6 групп ходил в скет-тур. Вечером собирался, брал гидов, наливали вина и осуждали, кто что видел. И там 3-4 дня в таком коллективе у тебя появляется куча информации. В обычной гостинице, к сожалению, взять информацию некуда. Пытать местного гида, пытать хорошо катающегося публику местную, где ее взять не очень понятно. И как определить человеку, который хорошо катается, понимает, что делает, а отлить его от героев очень сложно. Ширина лыж не совсем, качество одежки тоже не совсем. Это сложная история, кого слушают, кого не слушать. Мы точно не слушаем таксистов и, не знаю, работников проката чаще всего. Как и правильные лица информации, обсудили, что есть стандартные протоколы, которые, собственно, шурфы, описание погоды, описание лавин. Было бы здорово, чтобы почитать, как люди делятся, всех во всем мире будут считать одинаково. Не понимая, как это происходит, можно делиться информацией разумно, правильно, осознавая адекватность информации. Собственное наблюдение. Я вот уже говорил, начало идет, смотрим все под ноги. Двигаемся по маршруту, что вверх, что вниз, смотрим под ноги. Как снег ведет себя под ногами? Насколько след ровный? Не послуждая, что одна нога больше другой? Вот та самая история, как траверсы. Если мы идем вверх или едем траверсами, если одна нога, вот нижняя нога, на нее обычно большая нагрузка, она бывает, оп, и отползает вниз. Это плохой знак. Трещины, разбегающиеся по снегу из-под ног. Это два раза плохой знак. Дальше 20-40 метров в стороны. О чем говорит 20-40 метров в стороны от маршрута? Зачем мы это смотрим? Ну, потому что мы идем по какому-то рельефу, дальше рельеф может измениться вверх и вниз. И вопрос, если сейчас все нормальные люди, обдумывая историю лавинной опасности, обсуждают вопросы, каковы шансы, что я упаду в лавину. Все нормальные альпинисты, туристы, ходящие в горы, делают все, что угодно, обсуждают, идя по склону, какие шансы, что я упаду. В целом, на несложном рельефе шансы упасть невысоки. А было бы очень здорово обсуждать не шансы, что упаду, не шансы, что попаду в лавину, а последствия от того, что я попаду в лавину в этом месте. Потому что две большие разницы, когда лавина приезжает в выполаживание, растекается тонким слоем по чистому полю, либо приезжает в ручей или в лес. Прямо две большие разницы, шансы на выживание очень отличаются. И вот 20-40 метров в сторону, это история про, куда вас притащат. Ведете по пологому, если над вами крутой склон и под вами ручей, возможно, надо что-то изменить с выбором маршрута. Всего склона 300-400 метров в сторону от маршрута, это, ну, я, честно говоря, видел распространение, разрушение в снегу на 300 метров, когда под ногами хрустит, ломается, и видишь, как разрушение бежит на 300 метров в сторону. Больше не видел. Обычно, конечно, бежит до первого перегиба локального, и там что-нибудь просаживается, обрывается, появляется трещинка, едет, не едет. Но 300 метров встречал. Ну, и общая лоенопатность склона, особенно если вы катаетесь в районе курорта, это люди, катающиеся в окрестностях, и люди, катающиеся вертолетов. К сожалению, даже группы с хорошими гидами на хелески, они не всегда оценивают адекватно, что в этой долине могут казаться люди. Они привыкли, что у них есть, их место где-нибудь садятся, высаживаются, катят вниз, они как бы, ну, как бы, вертолет, движок работает, время тикает, это такая довольно быстрая работа, и ребята часто не замечают идущую под ними группу. И, ну, мы знаем, там, пяток случаев, когда лавины из-под хелески группы приезжали на идущую группу скетурную. Ну, как-то все везло, ну, там, приезжал в пяти метрах, ребята убежали, там, отпрыгали в сторону, засыпал по колено. Ну, как бы, эта история возможна. То есть дальние склоны — это тоже известная проблема. И точно такой же проблемой, как хелески являются бараны горные. Они тоже отлично, они всегда ходят по перегибам, по тем, по контурам высоких напряжений, из которых все обрывается, чтобы посмотреть и вверх, и вниз, от них тоже сходят. История, что бараны не подают лавины, и бараны там не вызывают лавины, неправда. Я тут как-то добыл все пару рогов, вот таких бараньях, долго пилил лавиной пилой рога этому барану. Длинное, тяжелое занятие, но рога были очень хорошие. Баран в лавине. Погнали дальше. Дальше история про принятие решений. Это самое сложное. Собрали информацию, почитали прогнозы, походили по снегу, покопали снег, пообщались с людьми, а надо к какому-то принятию решения. Есть стандартные, ну, относительно стандартные, некие формализованные протоколы принятия решения. Это вот Невачек, есть Аволатор, и там еще несколько штук разных протоколов есть. Грубо говоря, есть некая таблица, заполняешь ответы на вопросы, дальше суммируешь полученные галочки и получаешь ответ, кататься или не кататься. К сожалению, попытка сделать универсальную штуку на все случаи жизни приводит к тому, что гиды очень любят такие штуки. Прям вот очень любят. Сказать, у тебя неохота кататься с группой? Так, ребята, давайте обсудим сегодня лавинную ситуацию по табличке, не знаю, Аволатора. Есть ли у нас лавинный прогноз? Нету. Ставим троечку. Слабые слои в снегу есть? Есть. Ну, Кавказ, да, есть слабые слои. Ставим галочку. Тык-тык-тык-тык. Мы в красной зоне. В любой ситуации дня, года, месяц, сезона заполняет табличка Аволатора, это оказывается в красной зоне. И в целом понятная история, что люди, которые ее делали, делали ее для непрофессиональных людей и немножко задирали паранойю. В целом, если она остается на этой программе, на этой табличке, ты не катаешься никогда. Очень удобно. Но не очень эффективно. То есть, можно почитать, поиграться, позаниматься, но это скорее для меня вот эти истории про вот эти сформализованные системы принятия решения, это скорее список вопросов, о которых надо подумать. Для организации правильного мышления, правильного принятия решения. А принятие решения я скорее основываюсь на спинном мозге. Если мне страшно и не хочется, я не еду. И после каждого лекции, каждого занятия, когда мне приходят люди с вами, а вот Сергей, знаете, у меня была вот такая ситуация, я вот такой, такой снег, такой слон, такой, 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 а я вот не поехал. Как вы думаете, я правильно все сделал? Да. Сам пришел, своими ногами живой. Молодец. Итого, как только я в чем-то не уверен, в чем-то не сомневаюсь, я не еду. Мне, чтобы ехать, особенно ехать с группой, я должен быть в чем-то сильно, больше уверен, чем в своих предположениях. А тактики? Говорю каждую лекцию, картинечка одна и та же. Как может двигаться группа? Какие есть варианты? Нет, просто никак, а вот варианты. Есть любимое, движение по одному. Возумный вариант. Надо оказаться по одному всегда. Оказаться по одному всегда проклянут. Проклянут. Линчуют. Долго, нудно, скучно, нединамично. Прямо вот занимает массу времени. Люди стоят, один человек едет, один и стоят. В целом, не за этим мы ездим в горы, не за этим люди катаются. Другой край, китайский доунхилл. Общий старт и перемешиваясь, героически погнали. В целом, я объявляю китайский доунхилл, не знаю, пять раз за сезон. Проехали лес, выехали какие-то полянки в лесу, абсолютно безопасно, хорошая группа, хороший снег, хорошая погода, видим, ситуация безопасная, погнали вместе китайский доунхилл. В условиях сколько-нибудь ощутимой, осоздаемой нами лавинной опасности, китайский доунхилл находится в позиции невозможной. Потому что их видео накопилось в миллион этих видео, группа едет, перемешиваясь, сходит небольшая лавинка, а дальше возникает вопрос, сколько у нас человек, сколько человек в лавине и где все. Слабо управляемая группа, то есть группа ведущая, этим методом никогда неизвестно, сколько у нас человек в лавине, никогда неизвестно, есть ли он там вообще. Потому что человек мог быть в лавине, а мог уехать за перегиб, потому что уехал за перегиб, его уже нету, обратно он вернется через полчаса, дальше он есть кому-то, он умеет ходить в горку. связь далеко не станет далеко не везде, ну и просто у меня есть друзья, которые в прошлом году поднимали решение, минут 5-7 у них ушло на осознать историю, что товарищ, уехавший за перегиб, первым уехал уехал не за перегиб, а в лавине. Человек уехал, и нет человека, ему звонили в телефон, кричали в рацию, до них много времени, нужно понять, что он просто вот здесь себя закопан в снегу. Эта вот история уехал за перегиб, без видимости и неуправляемая группа. Дальше варианты движения. Обычная группа в обычной ситуации ездит с комфортной дистанцией. Что это комфортная дистанция? Без маневра. Ну обычно мы говорим 2-3 поворота. Первый поворот получается довольно короткими. или наоборот длинными. Кто как ездит, к сожалению. Либо говоришь, что вот лидер едет до куста, и от куста к лидеру куста второй поехал. Хорошая дистанция 30 метров. Ну, не всем понятны слова 30 метров. Вот история до куста и погнали, рабочая история. Эта история, это 30 метров комфортная дистанция, ситуация, лавина ситуация, опасность, не знаю, ниж среднего, двоечка. Если я чего-то боюсь, чего-то переживаю, я попрошу набрать дистанцию больше 50 метров. Обычная наша лавина имеет размер, на прошлой лекции на первой было, 50 метров ширину. 50 метров ширину с пробегом в 100-200. То есть, в целом, мы столкнулись с небольшими лавинами и набрав дистанцию между ними 50 метров, с высокой вероятностью у нас оказывается один человек на поле, на этом лавином куске, нагружает это поле меньше, чем два человека рядышком. И, опять-таки, в случае полного облома, будут пять накопать одного, а не наоборот. Ну и крайняя ситуация, когда я сейчас что-то сильно боюсь или что-то сильно не понимаю по одному. По одному сложная история, вам хочется долгим, нудным, гадким, противным, потому что ехать по одному хорошо бы еще и маленькими короткими перебежками. Короткие перебежки это с прогонами в сотни метров, не перепада. Очень хочется раздать по хорошему снегу, хорошему полю, не знаю, там, 300-400 метров перепада за один прогон. Очень здорово, очень классно, съехал, остановился, обернулся, тут тебя кто-то сзади упал. Упал, взрыв снега, лежит тишина, в рации тишина, в телефоне тишина. Вопрос, он упал просто так, упал, сломался, упал, потерял лыжи, упал в лавине, и как будем его спасать? Замыкающий. На дистанции там 300-400 метров есть шансы длины, на дистанции 300 метров перепада время похода к нему час. Ни о ком взаимодействии, никакой помощи к сожалению, невозможно уговорить. Длинные прогоны в условиях такой незначимой лавины опасности это хилляски. У них есть вертолет. Они могут быстро закинуться обратно. Все остальные, к сожалению, в условиях сложных ситуаций едут коротко. Как бы это ни хотелось. Вторая позиция. Направление движения. Мы едем вниз. Лавина поедет куда? В целом вниз. И в условиях значимой лавины опасности, мы ощущаем, как лавину опасность, идеальная позиция ехать так, чтобы лавина тебя не нагнала в спину. Когда ты едешь, еще раз, ты нагрузил склон, лавина оборвалась, тресна будет у тебя за спиной, треснула у тебя под ногами, когда ты нагрузил перегиб. Но скорость есть, лавина разгоняется 3-4-5 секунд, и в момент, когда она разгонится, она у тебя будет сильно за спиной. Увидеть и услышать это невозможно. Ты едешь, 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 и видишь, как у тебя начинает морщиться снег под ногами. Морщиться снег под ногами, и дальше начинает дергаться, раздергиваться, ломаться и все остальное. Лыжнику проще. Стоечку пониже, ноги пошире, есть шансы куда-то уехать. Сноубордисту вообще никак, потому что они сильно менее устойчивые, одноногие, а снег, который поломался, он едет рывками. Он останавливается, дергается, ломается, от тебя просто выдернули по тебе коврик и упал, дальше не встать. Во-первых, встать на сноуборде отдельное лечение, оставить в подвижном снегу вообще никак. Поэтому, если ты очевидно, это место как очевидно опасное, разогнался и длинный дугой пересек опасное место и ушел этой же дугой в безопасную зону. И ситуации, когда я проехал такое место и ловина ушла за спиной, десятки. Еще ситуация, когда едешь и вдруг побежали трещины из-под лыж, чаще всего ловинка из-под лыж получается вот такой толщины с пробегом 10 метров, но когда едешь, остановиться и посмотреть, какая там толщина этих трещин, глубина трещин и куда оно поедет, вот вообще не хочется. В этом месте хочется набрать хода и уехать в сторону, и выехать на ребро, напередик, куда угодно. То есть в целом, опять-таки, планирование движения в этом месте позволяет очень сэкономить себе нервов и времени накапывания человека из лавины. То есть уезжаешь, у меня были лавины там по полтора метра линии отрыва, которые лопаются под сноубордом, уезжаешь, оборачиваешься, сошел весь склон, ну и сошел, ну и ладно. Очень потом сложно встать группу и ехать. Когда проехал, лавина сошла, я стою внизу, группа стоит наверху, я им машу руками, типа, поехали со мной, они стоят, говорят, мы не поедем, нам страшно. Что, ужасно, что сошло. Но бывает. Вот здесь вот сложный момент. Нежно люблю людей, которые, выезжая на снег, начинают громко орать. Вот нежно люблю. В моей системе мира, когда еду по снегу, мне начинают спину орать громко. Значит, у меня спиной облавалась линия отрыва, у меня спина что-то едет. А часть людей выезжает на снег, начинают радоваться жизни, какой классный снег, как все здорово. И мы стартуешь, там дистанция 30 метров, слушаешь, сзади вопль раненого бизона. Ну и дальше, когда я слышу вопль, я выпрыгиваю куда-нибудь, камни, не камни, стенка, не стенка, кусты, не кусты, куда-нибудь вылезаю, а человек мимо проезжает, тварь. Ну хорошо, ему радуется, хороший снег, как бы все здорово, но нервно. То есть коммуникация, опять-таки, единственное назначение свистка на лавинном рюкзаке. Все знаете, в скидке на рюкзаках, да? У всех есть, почти у всех есть. Мы как-то выяснили, что у меня не было такого свистка. Работаем лавинный курс на Эльбрусе, спускается одинокая девочка, далеко-далеко вне трасс, такая вот жара, мокрый снег, такая все стрёмная-стрёмная. Сечрая такая, мальчики метнулись, ее там встретили, привели. Милая, что ты так аккуратненько одна ходит катаешься? Она говорит, а, все нормально, я здесь все знаю. А что лавина с рейнью-то есть? Ну, конечно, есть. Вот у меня свисток. Дальше меня мальчики троллили, типа, у тебя нет свистка, ты какой-то гид после этого. Свистка у тебя нет. Коммуникация здесь понятна. Наблюдение за движущимися. Это история про короткие перебежки и видимость. Видеть человека важно, видеть, как он попал в лавину важно. Это сильно экономит время на принятие решения, на спасработу, на все, что угодно. О Санкт-Петербурге много говорили, а много в безопасных местах. Что такое безопасное место? Место перегиба, например. Вот, не факт. Безопасное место это место, где вы сами не вызваете лавину, и лавина, вызванная товарищем, сложно выше вас по слону, ну, с некой вероятностью вас не приедет. К сожалению, это некая вероятность. Очень профессиональные люди, летающие хилиски, там, на Камчатке десятилетиями, несколько лет назад умудрились, но они летают. Понятно, что у тебя есть место высадки, место подбора, место подбора, летают десятки раз, сели на подбор, дернули лавину, есть фотография, это выжатая Ми-8, как консервная банка выжатая. Лавина приехала в вертолет. С плохими последствиями, но история, дерьмо, случается. В целом, раз в 50 лет бывает лавина катастрофичного размера, которая выпрыгивает на соседний рельеф, на соседний склон, на соседнюю долину, все, что хочешь. Но это история про раз в 50 лет все-таки, довольно редкая. Это безопасное место, это купол. Стоя на куполе, на перегибе в три стороны, в четыре стороны на ребре, шансы вызвать лавину высоки, но она будет у тебя из-под ног, это не страшно. Шанс лавина приедет сверху, уйдет в сторону, отраженная этим куполом, этим ребром, тоже высокий. Под большой скалой, над большой скалой, под большой скалой, выступы ребра, ну и плотный лес. Важная история про лес. Я говорил об этом через несколько раз, повторяю. Если смотрите на лес, и по нему возникает желание кататься, в этом лесу будет, оборвется лавина, она по нему поедет, и все будет не здорово, потому что деревья прочные, люди не очень. В поляне отлично видно, эти буковые деревья, два обхвата, на них метрах в трех, четырех над землей, в деревьях биты камни. Можно поехать посмотреть, поднять голову, посмотреть, это весенние тяжелые лавины, тащи камни, сбивают деревья камни, деревья стоят. Буковые деревья стоят хорошо, спятся за ним, от лавины не получится. Лавина с некой обтекает и утащит. Поэтому плотный лес, в плотном лесу, опять-таки, шансы, что вы сорвете невысокие, но если приедет сверху, ну, понятно, куда приедет сверху, что приедет сверху. Выбор безопасного места тоже сложная тема, потому что у нас был неприятный случай, трагичный случай, к сожалению, в Караколе, идущая группа на скитуре, лидер прошел кулуар, остановился в безопасном месте, девушка переходила кулуар, третий молодой человек стоял в безопасном месте перед кулуаром, лавина, которая утащила всех троих. То есть, как бы, ошибка выбора безопасного места показала, что они стояли, оба парня стояли в безопасных местах, то есть, переходили по одному, то есть, они оценивали опасность этого места, очевидно, но выбор безопасных точек для лидера измыкающего был неверным и утащила всех троих. К сожалению, парня откопали, а девушку нет. Глубина была большая и там по пять метров с глубиной. Не ехать с настоящей группой, но это мое больное. Если группа стоит в безопасном месте, не надо как-то выше нее писать дугу. Прямо это плохо кончается. А теперь чуть по тактике. По тактике движение вниз. Не вверх, а вниз. У каждого кулуара есть место, где он начинается, линия вреза, поперечная линия перегиба. Самое крутое место кулуара, второй контур, поперечный контур. Это самое крутое место, второй перегиб. И левые и правые контура, черным нарисованы, боковые стенки. И общее правило. Мы стараемся в условиях очевидной лавинной опасности нагружать за один проезд один контур. Чтобы ничего не получить, спину, каскадную лавину, стоящую из нескольких кусков. Поэтому красным это путь героя. Нагрузил первый, поехал дальше по линии падения воды, нагрузил вторую, уехал по линии падения воды вниз. Если вы катаетесь, не знаю, как кандид, ну ради бога, наваливаете. Ну здесь догонят. Потому что быстро. Сверху догонят, оборвется вторую, будет кашкадная большая лавина в спину. Путь не героя, путь человека, сопротивляющегося долго и счастливо. Заход сбоку через боковую стеночку. Это тоже контур напряжения, тоже вызывает лавину. Но лавина, во-первых, он гораздо менее опасный, продольный контур. А во-вторых, лавина с этого места поедет сюда, и у вас есть возможность уйти на эту стенку. У вас есть методика управления рисками. Ушел на эту стенку напротив, лавина проехала, дальше поехал. Спуск лавины и поездка по следам недавно сошедшей лавины это такой популярнейший метод управления рисками. Лавина тяжелая, большая, если она проехала по склону, по этому месту можно спокойненько ехать, почти ничего не боясь. Дальше. Приезжаем в самое опасное место, самое узкое, самое крутое, и дальше в дуге уходим в сторону, опять-таки через боковой контур, в соседний кулар, либо просто на склон. Если здесь будет лавина, она уедет вниз, мы уезжаем в сторону. Ребра и сложные системы. Есть вертикальное ребро, которое гибнет красную зону там по 5-7 метров влево-вправо, где легко выходит лавину. И поперечное ребро, горизонтальный контур. 5-7 метров выше него и 15 метров вниз. Здесь получается гигантская красная зона. Поездка вниз по ребру абсолютно норма. У тебя есть некое ребро, и ты пишешь дугу слева направо, справа налево. Во-первых, весело. Ребро разгружает, выпрыгиваешь, так ты видишь в обе стороны. И в-третьих, это безопасность с точки зрения лавины опасности. Лавина оборванная в этом месте поедет куда? Поедет вот сюда, а ты едешь уже в другую сторону. И опять-таки стало страшно, остановился на ребре. В худшей ситуации остановился на ребре, у тебя в снег уехал, стоишь, как дурак на камнях, царапаешь лыжи. Ну, ничего особенного. Неприятности, но это все история про неприятности, а не про трагедии. Но, важный момент, подъезжая к вот этой гигантской красной зоне, за один проезд один контур. Продолжая ехать вот здесь, нагрузятся оба контура. И выезжая вот сюда, здесь будет обрыв во всю ширину, и деваться будет некуда. В этом месте движение по ребру приводит к неуправляемым рискам. Поэтому уход с ребра, длинной дугой, нагружаем этот контур, если будет обрыв лавины, она уедет в эту сторону, мы едем уже в другую сторону. То есть вопрос подумать, куда ехать, спланировать движение, капельку в планирование, точно позволяет очень многие вещи решить. Вот такого рельефа в горах между много и очень много. У тебя есть кулуар, ребро, кулуар, ребро, у тебя есть вся сего же состоит из ребро, кулуар, ребро, кулуар, и дальше они уходят через перегиб. Любой перегиб, уходящий вниз, это горизонтальный контур, любое ребро, любой кулуар, приходящий, это вертикальный контур. Все горы стоят из такого рельефа, просто собранного в сеты, в сеты, в сеты. Погнали дальше. Кто знает гору? Кирюск. 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 Вот здесь двадцать пятый километр. Можно пойти по ребру вот сюда. И представьте историю, что здесь любимое место, собственно, ущелье. Ездит вот отсюда, ездит вот отсюда, но отсюда как бы попроще, поинтереснее. Давайте посмотрим, что у нас здесь хорошего есть. В чем видим фотографии? Кулуар. Кулуар, в котором в целом здесь довольно много снега, видны какие-то старые следы, присыпанные снежочком, да? Ну, какие-то там волна такая. А вот здесь что видим? Камни, да. Завтурги, волна, ветровая волна. Следы засыпаны, либо снегопад с ветром, либо просто ветер, который притащил снега. Соответственно, ребра ободраны, до состояния ехать не хочется. В кулуар насыпано снега, характерный карниз, подушка снега. На верху карниз. Там карнизы. Соответственно, это стартовая позиция обычно. Здесь стартовать можно, но здесь метров семь прыгать, такого прыжка мерзкого, без ходов. Ты стоишь, как дурак, это. Такое очень хочется, такой вещь штуки хочется прыгать по диагонали, там как бы не вертикальная стенка, там можно прыгать, если там видеть хода и прыгать по диагонали, то ты там пролетаешь полтора метра, зацепляешься кантами и съезжаешь. А если прыгать без ходов по прямой, ну, все это выглядит безрадостно. Ну, собственно, витекальные ребра генерят нам контура слева-справа, верхняя красная зона это контурочек под карнизами, вот эта красная это переметенный подушка переметенного снега, может быть, любой толщины, потому что могло накидать снега, по картинке довольно много. Татуем отсюда, куда едем-то? Вот так? Нет, выше красного потом проехать, зацепить его правильно. Ну, можно вот сюда уйти, пытаться, да, вот сюда вот уйти, ну, я с вами рисовал здесь пересекать, то вот так. Вот здесь по ребру можно уехать, ну, вот история, нагружаем этот контур, валим вниз, она тебя догоняет, но вот здесь есть возможность уйти в контур-уклон и уйти. Если прошло все нормально, это место принятия решения, обернулся, ничего нету, поехали дальше, ушел на ребро, ушел в безопасную зону. Поехать здесь одним прогоном в принципе можно, ну, надо иметь очень, по Сереже и Шертихинам, чтобы это получилось за один прогон, там уже каменные ноги и там, ну, приличный перепад. А ехать вот в это место, вот этот путь героя рыжим, когда-то нагрузил и уехал из опасной зоны, уехал в опасную зону. Дурацкая история. В целом, зеленые зоны безопасности на краях, где нет камней, где нет снега, а есть одни камни, в это место, ну, вообще в безопасность, на камни выбрался и сидишь здесь. Катухи никакой, но можно. А вот это место вполне в зоне безопасности, ушел из кулара, вылез на стеночку, отдохнул, подышался и поехал либо обратно, либо с соседним куларчиком, сюда. Любимая картинка, показывающая вот эту картинку, как выглядит зона перегиба, которая обрывается лавиной. Вот она, вертикальная ребрышка, малозаметная вертикальная ребрышка, пересекающая горизонтальным ребром. вот эта гигантская галка. Понятно, нет? Снизу это выглядело вот так, вот это ребро вертикальное, уходящее в поперечную горизонтальную. Крупнее. туристская группа шла по этому ребру вверх на перевал. Лидер и еще с ним 8 человек были вот на этих камнях, когда они пришли снизу в эту красную зону и вызвали лавину. А инструктор и двое отстающих были на 200 метров ниже. И чуть-чуть в стороночке вот где-то. 100 спасателей, 3 дня копать. Всех нашли. Эта история была про тактику, что первым шел парень, который был первый раз в горах, здоровый как бульдозер, институт культуры, мастер спорта почему-то. Была команда торопить, он торопил, а инструктор отстал. Человек, который был разумный. И переход, выход в красную зону и выход с мягкого снега на задутый снег прошел для парня незамеченным. Группа растянулась. Шли бы все вместе. Что было бы? Уехал из-под ног. Группа, которая шла вот здесь, ушла первая, 9 человек, у них ушло из-под ног. Уехал из-под ног, они стали сидеть на камнях. А трое были внизу, чуть в стороночке и бесконтрольно. Здесь, кстати, хорошо видно, откуда взялся передип, взялся. Видите, ветровой перенос хорошо виден на фотографиях. Как и на рельефе, можно смотреть, вот они, карнитики. То есть, снег тащило через гребень, сюда отложило снега и дальше продолжало тащить его поперек. Вот это там плата такое небольшое, на его краешке все оборвалось. И надо было не растягиваться? Да. Надо было обойти это? Нет, движение вверх по ребру это, и вверх, вниз по ребру это такой хороший, надежный способ. В ситуации есть, нашел ребро, с него зацепился и держись. А вот то, что, ну, мы знаем, последний миллион случаев, когда лидер, опытный человек был не первым. какой-то причине, он остался где-то в конце группы, потерял контроль за тем, куда и как идем. И на этом месте, конечно, происходит масса проблем, потому что лидер определяют самые разные идеи, типа, давайте срежем. В Хибинах популярная история ребро, дальше по скалкам, по скалкам, по скалкам и дальше к вершине. А по скалкам долго и по скалкам. А тут есть такое 50-метровое ровное снежное поле, не очень крутое. Дальше люди берут, идут по этому полю, страхуются ледорубный снег. А поле лежит, там, метр снега, лежащего на гладких этих плитах. Дальше этому снегу приходит идея уехать вниз, вот и у него застрахованы ледорубами, и с этим снегом все улетает вниз. Другая картинка, для меня очень пугающая, одинаковая. Обратите внимание, вот эта картиночка, и вот эта картиночка. Ну, это соседний, как не соседний город, это разные ущелья, разные года, но одна и та же экспозиция, одно и то же количество снега, мало снега, между мало и очень мало снега. И, видите, лавина сошла, выглядела, выглядела куча камней. Это тот любимый нами миф о том, что торчащие отдельные камни из снега чего-то, как от чего-то защищают. Тут обратная история. Если из снежного поля торчит 3-4 камня, это поле становится в разы более опасным, чем поле без камней. Снег двигается вниз по склонам, постоянно ползет, и торчащие отдельные из этой камни создают в него сложную систему сжатия растяжений. Снег нагревается на камнях, замерзает на камнях. Система очень сложная, и как называется комплекс террейн, торчащие отдельные камни, очень сложно оценивать риски, понимать, чего куда, где сейчас сломается. Вот прям сложно. Ровное поле, с ним все понятно. Здесь перегиб, оно прямо оборвется. А вот торчащие отдельные нет. Это история про влияние давления группы на принятие решения. Альпинистские сборы, а Новый год в беззингах. Группа, инструктор, 10 дней непогоды. Дальше начинаются разговоры, давай хоть что-нибудь сходим, почему мы приехали, времени потратили, денег потратили, больше не можем лежать, больше не можем есть, больше не можем пить, давай что-нибудь сходим. А инструктор ощущается, он как бы позвал людей в горы, пообещал восхождение, обучение. По факту, собственно, ходят на скалы и больше никуда не ходят, потому что погода говно. Погода говно на уровне, я сидел в соседнем ущелье в этот момент, у меня приехал напарник, у нас были планы на подвиги, мы ходили до магазина за пивом и на сосульку полазить, потому что было очевидно, что ловить нечего, полметра снега плюс 5, минус 15, полметра снега плюс 5, минус 15, и вот так вот через день. Снегопады, ветра и бешеные с каких-то температур в разные стороны, прям вот, ну, было очень плохо. Большая группа уболтала инструктора, инструктор сказал, так, ладно, идем, идем до тех пор, пока под ногами не хрустнет. Вот после первой просадки уходим обратно. Поднялись на ночевки, двое посмотрели вокруг, сказали, нет, мы не пойдем, пошло семеро, пошли вот здесь вот наверх, осознали, что как-то снега многовато, идти тяжело и выглядит опасно, решили уйти траверсом к скалам и идти вдоль скал. Вот правильное, разумное решение идти вдоль скал, потому что пока вы идете вдоль скал, касаясь рукой рельефа, грубо говоря, у вас возможен уход лавины из-под правой ноги. Очень вероятен. Ну, опять-таки, сядьте попой на камни и, ну, это все приключения. То есть вдоль скал есть безопасная зона, там метр вдоль скал, полтора метра вдоль скал, безопасная зона. Ну, вот траверс, они собрались за этим камнем, все всемиром, пятеро вышли, ну, где-то здесь есть лет пять человек в этом снегу. Маленькая лавинка, здесь 30 метров по фронту, меньше 100 метров пробега вниз, приехавшая в узкий ручей, в контру уклон и маринный гребешочек. Толстная снега многометровая, из маленькой лавины, лавинного снаряжения не было никакого, ну, здесь был первый хруст под ногами и сразу все уехало. Потому что в большинстве случаев так происходит. Лавина, снег ломает, в снегу ломается слабый слой, который образовался в снегу, и дальше возмущением в слабом слою бежит, бежит, бежит в разные стороны до тех пор, пока не упрется в какие-то перегибы. Видимо, там вот был, а, ну, там не перегиб, там и верхняя скала здоровенная, от нее, собственно, это место, зона, которая под скалой безопасная, она убежала просто до края контакта со скалой, грубо говоря. Там треснула, обломилась и приехала вниз. Здесь нелегко, где синий на метр в сто. От камня метр в семьде, я думаю, меньше. А, они тогда, соответственно... Они были вот за этого камня. Они вышли вот отсюда. Сколько вот от камня до где они стояли? До туда? Двадцать, нет. Справа по склону. Вот они, например, посередине склонно стояли. Да, вот где-то здесь они были. У них там сверху порвалось. То есть эти десять-двадцать метров невозможно вернуться за эти камни. Во-первых, камень, скорее всего, перехлестнула лавиной, однозначно. Во-вторых, ну вернуться по снегу по колено... Ну можно еще. А что тут? Десять, двадцать? Ну можно выйти сейчас, собственно... Опять-таки, оборвалась там, не значит, что она не поехала здесь сразу. Она могла поехать все сразу. Как бы ты с вами хрустить, это проблема лавина от линии, что у тебя ломается слабый слой, распространение побежало в разные стороны, и ты оказываешься в центре поля, которое все сразу могло поехать, все сразу. Там никого не было, там, потому что информация об этом месте, она вот есть от спасателей, которые копали. Ну и группа, ребята, которые двое остались на поверхности живых, ну от них информация, типа, вышли, хрустнуло, все поехало, мы там потыкали дорогами, никого не нашли, ну и все. Тоже отличная история с менее плохим концом. Туристская группа, идущая в поход, линейный поход по Саянам, Ергаки. Люди, это перевал, надо спускаться на эту сторону, на эту сторону это восточный, клон восточной экспозиции, крутенький, скалки торчат, лидер спускается, начинает топтать площадку, спринять группу, под ногами хрусть, побежали трещины из-под ног. Лидер сообразил, сказал, что, о, я понял, у меня есть проблемы, достал ледоруб, забил его в снег, сделал станцию, привязал к себе веревку, и дальше уходил в сторону, ну как надо было, чуть не справа, оборвал здоровенную лавину, линии отрыва вот видны, дальше его там маятником закачнуло под станцию, немножко помяло ребра, дальше группу сказал, ого, и ушло обратно. В целом, для большой лавины в сложном месте, там, не знаю, пару помятых ребер, это минимальные проблемы. Но о чем надо было подумать перед тем, как в это место спускаться, что видно на картинке хорошо? Вот это люди, если что. Вот это люди. Размер карнизов. Не знаю, там. Многометровые карнизы в эту сторону. И уход по перевалу с той стороны, здоровенное плоское поле с редким лесом. То есть оттуда весь снег выдергивало и перетаскивало на этот склон. Вопрос принятия решения. То есть движение вниз по опасному склону, если очень надо, с веревкой, со страховкой, на рабочее тоже тема. Сделал хорошую станцию, приснулся к человеку на веревку, человек вышел, вышел на перегиб, по этому перегибу попрыгал, оборвал лавину из-под ног и после лавины пошел вниз. Спокойненько. Она закончилась, сделал следующую станцию на камушке или на дереве, вышел на перегиб, попрыгал, повторить. У меня приятель, Женя Король, так делал много раз. Пока он не прыгал на перегибе, лавина оборвалась не из-под ног, а просто на 100 метров выше него. Такая же история, что он прыгал вот здесь на перегибе, грубо говоря, оборвалась сверху, проехала по нему, ну так, живой, потрепала, часок помяла. Женя сказал словами, хорош заниматься подвигами. Нашел дерево, намотал на него веревку, дальше они ночевали сидеть на этом дереве на Новый год. И пошли вниз по свету уже. Потому что это было любимое нами развлечение по-быстренькому спуститься вниз, дальше что-то ушли с тропы, стемнело, и движение половинопасного рельефа в условиях плохой видимости, сумерек и всего остального. Еще раз, о чем все была речь сегодня, что оценка состояния снежного покрова это по-прежнему искусство. Сложно. Долго. Нудно. Шансы налажать очень высоки. Не будучи там, не знаю, очень прошаренным специалистом. А вот чуть-чуть сил в планировании, чуть-чуть сил в организации группы, да, некие правила, наличие снаряжения, умение спасать, запасные планы и все, думать на эту тему позволяют решить абсолютно большинство проблем, которые на тему возникают. Ну, собственно, все начинали, тем и заканчиваем. Вопросы? Грустно, нудно, скучно, неинтересно, я понимаю. Никакого экшена, никакой кровище. Хороший вопрос. Еще найдем. Вот так уходит. С юбочкой? Да. Сразу заплотным словом? А? Сразу заплотным словом, который на публее? Да, да. А скала уходит вот так. То есть, от там и там есть? Зависит, от, конечно, размера препятствия, потому что, в целом, это снег, прилетающий в дерево, качается вниз по дереву, ломается, приходит вниз более плотно, упаковывается и все остальное. Лишь на дерево? Пустишь? Пустишь в лесу, якобы в безопасном месте, там видишь наверху. лавина пошла до взрыва. Лавина пошла до взрыва. Блин, мне упала штука, какая-то, летевшая из какой-то пуголки, петарды. железные нервы замыкающего. Железные нервы замыкающего. То есть, если успеешь, поможем. Если на дереве живет лестница, то ты не слышишь. Дерево должно быть вот этим буком в два обхвата. На него вот... Я вот не уверен, что у нас получится на него запрыгнуть с... Со страхом можно много чего сделать? Да. Ну, есть такой штурман полярной авиации, известная, водопьянов. Говорит, стою около самолета, бомбардировщик ТБ-3, толстое крыло, без ручек. Вунтах, в зимненьком мини-зоне, осматриваю самолет. У меня хлопота по плечу, я ему говорю, отвань, я занят. Хлопота по плечу, отвань, я занят, обернулся белый медведь. Я, говорит, на крыле. Там, говорит, метра три. А я, говорит, зимний одет, не помню как. Украина понимает, что после исхода лавины вот это вот место, в котором остается, да, палеолавины, оно безопасно до следующего снегопада или пока снег не перенесет? Нет, до тех пор, пока мы видим из-под снега этот рельеф. То есть лавина, уходящая вниз под склоны, это тот же ратрак. Почему мы говорим, что можно после снегопада 30 сантиметров это классно кататься по трассе? По любому уклону трассы, потому что трасса уторбована ратраком восьмитонные дуры, в бетон, и все, что мы ожидаем, мы ожидаем этот верхний слой мягкого снега, который будет, ну, очевидно, понятного размера, понятной толщины, ничего снизу не сдернется, и хорошо лежит. Так, лавина тоже рата, которая продолбила весь склон, поломала все слои, утрамбовала все, снег сел, как бы это надежно. Я хотел показать, сейчас попробую найти другое, видео с той же стороны, а нет, это спас работы. В этом видео не будет видно наверх. Это была история про принятие решения и сложности принятия решения. Эльбрус, после снегопада, внетрассовое катание, едет группа, проезжает по некому рельефу и сходят лавины слева и справа от группы. Группа проезжает вниз, останавливается, с удивлением смотрит на это безумие, которое вроде проехали по ребру, аккуратненько, а лавины прошли слева и справа. То есть классическая история дедуанной инициации, то есть очевидно, что в снегу есть слабые слои, готовые сойти, и все хорошо. Дальше подъезжает следующая группа, и надо проехать первым следом. Гид заплатил денег за хороший снег и первый след. Было безопасное место по ребру, но подраскатанное. Гид выбирает чуть-чуть стороночку, ну и дальше там его копают, спасают, окапывают фиолетово и все остальное. То есть в условиях, не знаю, когда видите самосходы или удаленную инициацию, как по кого-то сошло, не с под ног, а в стороне сошло, на этом месте история покататься хорошо уже не стоит. Уже стоит история добраться живым до дому. Только насчет паранойя на максимум и ехать самым безопасным образом, потому что ситуация сразу там оценивается максимальной лавиной опасности и никак по-другому. Так. Гребень. Говорил много про гребень. Такая выраженная ситуация в гребне. Ну, понятно, что человек ехал по гребню и вот он, гребень развалился на два куска. В целом, эта картинка, ну, очень выраженная, безусловно. Гребень такой, что не все из нас поедут, мягко говоря. Ну, слова, да, слова, к сожалению. Да. Но он еще из поддержки «Ридолета» имел. Да. Ладно. Собственно, могу показать видосики до бесконечности. Вопросов больше нету. По времени уже, конечно, 10 почти. Ну, почти без 20 — 10. У меня есть вопрос. Да. А как пользоваться снаряжением? Это любимое развлечение. Ну, купил снаряжение, пользоваться, не научился, не купил пользоваться. Не ходите на практику. Там с местами вообще никак уже, к сожалению. Масса людей проводит эти тренинги по работе снаряжением. Просто надо понять, что, еще раз, этот тренинг занимает все-таки. Мы занимаемся вам 6 часов. С вами, да. Это, как бы, так, очень сжато. Могу 8, могу 10. Кстати, на это место время в горах. Дорого, неудобно, не хочется, жалко, отпуск и все остальное. В Москве провожу я. Проводят Вестра. Кто-то турклуб Вестра проводит, кто-то еще проводит. У меня просто ограниченные ресурсы по времени. Сейчас просто еду в горы опять и все. И беста у меня больше уже тоже нету. В наших там фрирайдных программах, культурных, мы тоже тренируем. Самый важный момент, кажется, снаряжением. Кто был, наверное, на курсах, важнейший кусок про половинное снаряжение. Когда вы спрашиваете, друзья, умеют ли они пользоваться, они вам все скажут, да, умеем. Не верьте, обманывают гады, обманывают. Техника и действия, которые вы не тренируете хотя бы раз в год, их нету. Кататься мы тренируем регулярно, ходить в горку там тренируем регулярно, а вот спасательная работа не тренирует. Купили снаряжение, попробовали, и научились, и забыли. Из очень хорошо катающихся, разумных, замечательных, давних друзей, кто тут выложил в фейсбуке историю, там, в поляне включил датчик, нашел работающий прибор в доме. Долго искал, где нашел, потому что у меня это прибор работает у человека в комнате ниже, этажом ниже. Ну и там фотографии своим датчиком, которые ищут. Дальше мы ему пишем, типа, надо бы тебе датчик сменить, милый. Да мне нормальный прибор, отлично работает, я вот в нем поигрался, отлично работает. Отличный прибор, нормально работает, но он сделан в девяносто восьмом году. Ну, несколько проблем, что электроника с тех пор изменилась, значимо изменилась с девяносто восьмого года электроника. Во-вторых, гарантии на приборы пять лет, а вот когда ему уже двадцать с лишним, ну вот… А еще он двухантенный, полуаналоговый. И за момент, когда у нас там погибли друзья в поляне, их распасали именно такими приборами, пытаясь искать. Этот прибор показывает, когда у тебя две цели разбежались примерно на одинаковую дистанцию, он не может выбрать. Там была проблема, в том числе и того, что просто старенькие приборы. Ну, такое же не купить, забыли, как страшный сон. Ну, самые разумные люди купили давно приборы, научились пользоваться давно, и не обновляют знания и навыки, а неиспользуемые знания и навыки, они дохлые. На следующий год ко мне, а я сейчас нет, увы, не могу. Вот совсем ничего не могу. У меня там, по-моему, до весны, по-моему, вообще ничего нет. Можно вопрос, а если поведение внутри самой лавины? Поведение внутри лавины. Стоишь на склоне, на тебя едет. Сначала орешь дурниной, чтобы тебя заметили, что ты в лавину попадаешь. Ну, орешь в процессе уезжания в сторону. Каждый метр, который отъедел в сторону, отбежал в сторону, отполз в сторону, от центра лавины, резко растет санкционное выживание. Дальше получаешь пинок лавины в спину, и тебя начинают тащить. Рекомендация сбросить рюкзак работает при условии, что у тебя рюкзак, не знаю, там, литров 200. То есть 100-литровый туристский рюкзак, тяжелый. Там его надо сбрасывать. То есть обычный катальный рюкзак, не надо его сбрасывать, потому что это защита спины. Тем более, если он не лавинный, тем более. Бросить палки хорошо. Кататься по лавинному рельефу в палках и темняках опасно. У меня в темняках палки, темняки от палок отрезаны. На лавинном рельефе, на крутом рельефе, в лесу, на камнях темняки опасны. На этом месте остается трасса. По трассе я катаюсь 10 раз за сезон. На этом месте у меня тельники отрезаны. Дальше бросил палки. Умеете сбросить лыжи волевым усилием? Было бы круто. Сбросить сноуборд, что никому не удалось. Нет, я знаю одного человека, которому удалось. Артем Аганов, попадая в лавину на чигете, умудрился и вышел из скопежа сноубордического и выпрыгнул из сноуборда мимо лавины. Спросите... Возможно. Но Тёма утверждал, утверждал в последние 10 лет, 15 лет, про эту историю, что это правда было. Дальше вас начинают тащить. Пока вы видите голубое небо, или не голубое, но просто небо и свет, вы автоматически совершаете плавательное движение. Получается у всех, гарантированно, человек гребёт, тащит голову на поверхность. Это работает. Мне удавалось финишироваться сноубордом с 8-20 сантиметров на ногах, в позиции вертикально, руки вверх и кисти на поверхности. Очень улучшает мир ощущения, когда есть куда дышать. Глубоко, но руки... Кисть может дышать. И статистически гиды выживают лавиной вдвое чаще, чем участники. Потому что они дольше упираются. Обычно здоровее и дольше упираются, типа борются. Итого, пока видишь небо, гребёшь. Дальше начинает крутить. Представляешь видеть небо. А когда перестал видеть небо, надо перестать грести. Это сложное действие. Перестать бороться, собраться в позу эмбриона, закрыть лицо руками. Лицо руками закрывается, прижимая руки максимально плотно к лицу. Что делать, когда у тебя шлем full face, я не знаю. Дуги, подбородки, всё остальное не работает. Закрыл лицо руками, коленки к себе, защищаешься от травм. Катит. Потом пристает катить, начинает давить. А когда давит, давишь навстречу. Престал давить. Выпрямляешь руки, выпрямляешь ноги, если можешь. Стараешь себе объем для дыхания. И теряешь сознание. Кто же в любом силе? Ну, кто умеет, да. Никто не умеет, но не суть. Ну, просто человек, который потерял сознание, дышит в разы реже. Мозгом потребляет сильно меньше кислорода. Потому что, опять статистически, через 5-7 минут человек теряет сознание от него от кислорода. Человек, который закрывает лицо руками, потом отжимает снег от лица, живет в 10 раз дольше человека, не закрывающего лицо руками. То есть у вас палки с темняками, вы снищируете в позиции как-нибудь. Полтора метра палки, привязка закопанная в снег. Попробуйте закопать палку в снег и дернуть. Други развести не получится. А руки растащат снегом. Человек выдыхает теплый воздух, снег подтаивает у лица. Если вы закрываете лицо руками, вас подтаивает вот этот объем. Если вы не закрываете лицо руками, вас подтаивает вот такой вот объем воздуха. Стаканчик, полстакана. Соответственно, все приходит гораздо быстрее и гораздо сложнее. В целом, помахал руками, понял, что не вылезаешь. Расслабляться и ждать, что тебя спасут. Ну как, у меня получилось однажды помахать руками. Когда я помахал руками, там еще раз, образовалась какая-то синенькая трещинка в потолке. Это как-то посочился. Но перед тем, с меня сняло лыжи, конечно, лавину. Сняло лыжи. Я же был в скитурной моде. У меня были, ну как бы, расстегнутые ботинки и защелкнутые носки, так что они не отстегиваются. С меня сняло лыжи вместе с мыльницами. Я показывал это видео сто раз, господи. Видео про дурака одного. Идущая группа. Ну там талантливый гид впереди, который сделал страуса. А группа идет. Паша! Лавина! Лавина! Ну классический, группа идет вдоль камней, и линия отрыва проходит в метре от камней. Ну абсолютно по учебнику. Баша из-под правой ноги ушла лавина, он остался сидеть на камнях, там просидел полчаса, обнявшись с камнем. Очень переживал, что убил. Шли по гребню вниз. Да. Шли по гребню вниз. Ну и в целом, провал-то был только в том, что это было… Ну просто для понимания процесса мои субъективные 5 минут, объективные 25 секунд. Ну по тайм-коду видео. Субъективно у меня там все было в порядке со временем. Я много о чем успел подумать. Это тоже ровная история, что… Хороший скитурный день. Сделали там скаточку, спустились к озеру, поднялись. День заканчивается, погода портится, группа идет не очень, скорость темнеет, надо бы ускориться. А ускорить группу кто-нибудь умеет? Доставить группу идти быстрее, чем она может? Ну нет, собственно, группа не идет быстрее. Я начинаю нервничать, потому что тут локальное место, 50 метров крутого сброса, выполаживания. А дальше через 200 метров точно такой же из позиции склон, только с перепадом 300 метров. Я в целом очень очкую за то место, очень переживаю. Поэтому мы прошли вдоль скалочек, дальше вышли на ребро, пошли вниз по этому ребру. А группа идет не очень быстро. Я там для того, чтобы подождать, пока они все пройдут, решаю подъехать туда вниз, посмотреть на следующий перегиб. Ну, во-первых, я делаю в плохую видимость. Видео долго тянули. Потому что было молоко-молоко-молоко. Очень плохая видимость. Я это делаю в комусах со стернутыми пятками. Приезжаю в контур-уклон, делаю страуса, ложусь. Дальше там медленно встаю. У меня орут лавины, я подпрыгиваю, толкаюсь палочками, пытаюсь уехать на положеннике в комусах. Смешное действие, но дальше удар в спину и полетели. У меня все-таки неполный идиот. Я приехал, крутой сброс ледника, выполаживание, контур-уклончик и следующий склон. Я приехал не в Лохань, где меня бы задавило, а все-таки после перегиба. То есть основная масса лавины тяжелого снега остановилась от Лоханки. Мя хлестнуло верхним, очень мягким снегом. Протащило метр пятьдесят, там, шестьдесят в длину. Досыпало на семь сантиметров. Но это был такой пух-пух-пух. То есть верхний самый легкий слой. Ну и, в целом, сняло лыжи. Лыжи нашли летом уже вторую. Вот. Ну и снова вылезли легко. Но, в целом, история, когда я притащила, закрыл лицо руками, бросил палки, создал объем для дыхания. Это мысль о том, что у меня ничего не сломано, у меня ничего не болит, у меня есть куда дышать. У меня за спиной группа со вторым гидом, которые три дня непогоды тренировали лавинку. Ну, у меня высокие шансы на выживание. Дальше я продолжаю махать руками, и у меня просто дырка, я в дырку вылезаю. Ну, все просто. Дальше мы долго дну до темноты, потому что я без лыжи, мы уходим вниз по снегу. У меня было сноубордиста с снегоступами. Я у сноубордиста отжал снегоступы, поэтому спустился. Довольно разумно. Ну, это вот тоже история, что я осознавал риски, но думал чуть-чуть дальше. Соответственно, огреб. Перестал контролировать локальную ситуацию. Но, опять-таки, любимое нам развлечение прошло, 7 или 8 человек прошло и сломалось под девятым. Под первым сходит под первым, под десятым не сходит. Ага, вот вам картиночка под девятым не сходит. А сноубордиста замыкающего? Да, сноубордиста замыкающего было, да. Смельная камера была. Ну что, коллеги, будем заканчивать, да. Еще вопрос хотел задать. Вы в Москве не планируете проводить по полиспасным системам практически занятия? Я это планировал на 13-е. Дальше это перенесется на следующие выходные. Это будет не полиспасная система. Это будет альпинизм для лыжников с последней трещины. А полиспасная система летом. А вы анонсировали будете в фейсбуке на страницу? Ну, какое-нибудь выложу, да. Вот, надо сказать, было анонсировано на 13-е. Сейчас придется переносить, потому что там, это образовалась вот история с... А спортмарафон этих, с школы скитура, она очень привязана к наличию этого прокатного сета снаряжения, которое у них ездит по городам и весям. Ну, когда он приезжает, тогда оно и будет, а в другое время его просто не будет. Вот. Полиспасная, конечно, вот такое альпинизмское летом. Может быть, тепло, хорошо. Там узелочки, узелочки на морозе, это такое отдельное развлечение. Скучное, нудное, очень холодное. Все, спасибо, наверное. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок